Девочка лет шести сидела на качелях и слегка их раскачивала. Маленькие кулачки крепко держались за веревки, но девочка совсем не боялась упасть. Она с грустью смотрела на очередной выпуск молодых шиноби. Конечно, она мечтала точно так же радоваться выданному протектору и смеяться с друзьями. Но это были всего лишь мечты. Подул не сильный ветерок, растрепав ярко-желтые хвостики девочки. Голубые глаза посмотрели на небо, и тяжелый вздох вылетел из ее груди. Скоро вечер, а значит надо будет сну и идти домой. В пустую, слегка грязную квартиру. И тут блондинка услышала громкий шепот стоящих неподалеку женщин. Она слышала их так отчетливо, что в груди начинало неприятно на тебе болеть. Девочка знала, про что они шепчутся. Знала, и все время задавала одни и те же вопросы. Почему? Зачем? Что она сделала? Тяжко вздохнув, ребенок встал с качели и поплелся домой. Что толку слушать то, что ты слышал не единожды? Только старые раны теребишь. И девочка просто пошла домой. Ей хотелось бы еще немного посидеть на улице, а может и погулять, но панический страх перед пьяными взрослыми, которые любили напиваться вечером, заставлял быстро идти домой. Внезапно она с кем-то столкнулась. От неожиданности она отошла на два шага назад и, запнувшись, упала на землю. Голубые глаза со страхом уставились на старших ребят, которые как будто только и ждали ее. Потом посыпались удары. Несильные, но до ужаса болезненные и обидные. С каждого мальчишки сыпались все новые и новые издевательства, упреки и обвинения. Но вскоре боль не чувствовалась. Она уже к ней привыкла. Настолько часто ее избивали, что она привыкла к боли и теперь послушно ждала окончания пытки. Правда, боль пульсировала внутри. Болели сердце и души. Внезапно удары прекратились, а потом и вовсе послышался топот удаляющихся ног. Блондинка боялась отнять руки от лица, боялась посмотреть на своего спасителя. Однако приятный мальчишеский голосок, прорезав уютную тишину, назвал свое имя, и девочка тут же забыла про свой страх. Она отняла руки от лица, удивленно хлопая ресницами, смотрела на мальчонку. Слабая улыбка появилась на губах бедняжки, а слегка дрожащий голосок в ответ произнес у зумокина рука. «А ну! Стой!» Кричал мужчина лет сорока, грозно махая кулаком. От него широкой улыбкой бежала блондинка лет тринадцати. Она только что сделала еще одну подлянку. И воспоминания от недавней шутки заставляли губы девочки растягиваться в счастливой улыбке. Перепрыгивая с крыши на крышу, блондинка направлялась к скале, где были высеченные лица Хакаги. Мысленно девочка сейчас находилась на небесах. «Нет, не в том смысле, о котором вы подумали. Просто счастье было таким прекрасным чувством, что делала девочку почти окрыленной. И прямо сейчас блондинка ощущала себя воздушной и легкой. Оказавшись на скале, девочка, довольная своей работой, уселась на твердую поверхность и взглянула на небо. Чистое, легкое, такое беззаботное. Странно, но иногда блондиночка сравнивала свои глаза с чистым небом. Они тоже были голубыми. Нежная улыбка коснулась лица девочки, но уже через минуту раздался гневный голос откуда-то снизу. «На рука!» Вышеназванная персона подскочила и подползла к краю скалы, взглянула вниз. А да, этот голос нельзя было не узнать. Уминная рука стояла внизу и злоусмотрела на ученицу. Та, чертыхнувшись, попыталась быстро смотаться, но только она спустилась со скалы, как была пойманной рукой. Конечно, и рука был добрым, понимающим учителем, но если его разозлить, то молись всем богам на планете, только бы учитель не нашел тебя. В итоге упирающуюся девочку силой привели в класс и посадили в середину кабинета. Та смотрела на доску и совсем не слушала гневных слов учителя, чем разозлила его еще сильнее. Через минуту весь класс стоял в одну шеренгу перед рукой. Все бросали гневные взгляды на зачинщицу и подобного. А самой Узумакина рука была, грубо говоря, плевать на все. Она просто считала ворон в окне. Пока все повторяли технику превращения, девочка ловила на себе гневные взгляды двух девушек. Этих двоих звали Сакура Харуна и Найманука. Боже, это такой геморрой! Обе вертятся вокруг этого учихи. Кстати, учиха Саски местная знаменитость. Можно сказать, последний из клана учиха. Вот только ему нафиг не нужны эти восторженные и влюбленные взгляды. Ему хорошо и одному, вот только наша маленькая хулиганка иногда ловила себя на мысли, что ей тоже нравится этот парень. Холодный и одинокий, почти такой же, как она. Вот только каждый раз, пытаясь заговорить с ним о чем-то, ей не удавалось достичь ничего, кроме перепалки. Когда учебный день, наконец, подошел к концу, Нарука отправилась на тренировочный полигон. Там она могла остаться наедине с собой и своими мыслями. Прибежав на полигон, девочка села на землю. Она не тренировалась, она просто отдыхала от ненавистных взглядов, тихих перешептываний. Белые пушистые облака мирно плыли по чистому голубому небу. Здесь можно было выпустить пару эмоций на деревьях или земле, не обращая внимания на боль в кулаках и ногах. Кстати, именно здесь она познакомилась с Курамой. Курама это демон-лис, который запечатан в ней. Именно из-за него ее ненавидят, хотя сам Кьюби тоже не в восторге от такой деревни. Он предлагал девочке снять печать, но та просто спросила, «Ты будешь со мной дружить?» Лис был удивлен и сколько бы он ни пытался запугать девчонку, ничего не получилось. А вот Нарука была рада своему первому и лучшему другу. Она растопила ледяное и озлобленное сердце Лиса, и тот сам не понимал, как стал ее другом. Но тогда, в шесть лет она была просто мелкой назойливой девчонкой, а сейчас, выросла, стала красивой и невероятно жизнерадостной. При взгляде на нее, внутри Лиса все теплело и переворачивалось, заставляя сердце бешено биться. Конечно, Курама объяснял это по-своему, но улыбка сама расцветала, когда девочка появлялась у себя в подсознании поговорить с ним. И вот сейчас Нарука закрыла глаза и тут же провалилась в небытие. Я стояла в темном месте возле огромной клетки. В первый раз это место покажется страшным, но когда привыкаешь, эта картина становится привычной, не такой страшной. Я уже привыкла, что при появлении здесь ноги оказываются в воде. Вскоре появляются два кроваво-красных глаза с вертикальным зрачком. Они испугали бы любого, но не меня. Для меня в них плещется забота и доброта. Это Курама. Мой самый первый и лучший друг. Улыбнувшись, я села возле одного прута и спросила, «Ты здесь не скучаешь? А ты как думаешь?» С улыбкой отвечает Курама, склоняя свою большую морду на лапы. «Все же ему здесь плохо. Но что я могу сделать, чтобы выпустить его?» Как-то раз Курама объяснил мне, что если я сорву его печать, то его чакра просто поглотит меня. В итоге, мы как всегда разговаривали с ним на разные темы. Я шутила, он смеялся от души. Иногда лишь упрекал меня в неосторожности, но это не важно. А потом я спросила его про свою очередную шутку. А да, Лис только помотал головой и стал с улыбкой вспоминать лицо того мужчины. Ну, я ведь разукрасила его забор, потому что ему не хватало вот таких ярких красок. Да он мне спасибо должен сказать. А потом Курама неожиданно серьезно спросил, «Слушай, нарукая, тебе действительно нравится эта тучха?» Я слегка покраснела и ответила, «Ну, я даже не знаю. Все наши разговоры — это обычные перебранки, после которых меня гоняют девчонки». Повисло молчание, которое для меня было неуютным. Тяжкий вздох и снова прозвучал немного грубоватый голос, «Ладно, забудь». «Кстати, хочешь, я научу тебя одной технике?» Резко разворачиваясь, я смотрю на Кураму. Он умеет заинтересовать и вообще привлечь внимание. Ухмылка. Я вся во внимании. Точнее, это будет похоже на твой собственный кикегинкой. Эээ. Курама, ну как мне создать свой кикегинкой? Ты же знаешь, что особенность глаз передается в каком-то клане. Например, тот же самый клан Учхо. «Знаю, знаю. Не учи ученого. Но здесь я тебе помогу. С помощью моей чакры твоего контроля можно будет создать такой особый кикегинкой. Он даже будет помощнее, чем Ренеган или Шаринган с Бьякоганом. Ого. Тогда давай приступим. Подожди ты. К тебе посетитель». В этот момент все вокруг стало искажаться и вскоре потемнело. Саски методично трясла рука за плечо, но та успела так крепко уснуть, что никак не реагировала. Устав трясти блондинку, парень просто сел возле нее, держа в руках оранжевую курточку. Он случайно заметил ее на одной парте, подумав немного, решил отдать. Хотя с чего вдруг? Эта светлая девушка немного его раздражала. Раздражала своей непробиваемостью и заметной тупостью. Но это только на первый взгляд покажется, что она тупая курица, не способная даже чакру сконцентрировать. На самом деле, она очень способная. Правда, для Саски остается загадкой, почему же все гоняют ее, будто она провинилась в чем-то. Хотя на рукой выглядит такой счастливой и улыбается широкой улыбкой, ему заметны ее настоящие чувства, когда та смотрит на счастливых детей с родителями. Ах да, точно. Саски никогда не видел на рукой с родителями. При поступлении в академию никого не было схожего с этой девочкой. Но тогда Саски не обращал особого внимания на это, а вот недавний разговор его разозлил и слегка насторожил. Флешбек. Саски шел в академию, как вдруг мимо него промелькнуло что-то яркое. Секунда-другая за этим ярким пятном промчалась девушка. Это была разволосая девушка с зелеными глазами. Звали ее Сакура Харуна. Влюблена в очаху по уши. И поэтому, только увидев предмет своих воздыханий, она тут же забыла о том, что хотела сделать и подбежала к брюнету, на что тот только отвернулся и постарался не слушать треп девушки. Они пошли вперед и Саски, как бы ради интереса, посмотрел назад и увидел нарука, которая продолжала от когото бегать. Треп девушки стал раздражать и Саски. Дабы заткнуть ее, он спросил, скажи, что ты думаешь о нарука? Розоволосая заткнулась и удивленно посмотрела на парня. Она на минуту задумалась, а потом ответила, она всегда лезет не в свое дело. Ей, наверное, нравится смотреть, как я мучаюсь. Она ведь ничего не знает обо мне. Она меня достала. Мне нужна мне ее дружба. Она только и делает, что цепляется к тебе. Все потому, что ее никто не воспитывал, как следует. Да. Родители-то у нее. Нет. На этой фразе Саски замер и удивленно посмотрел на девушку. Но следующее слово привели его в ярость. Она может делать, что угодно. Если бы я так себе вела, мне бы от родителей влетело. А ей все сходятся рук. Вот повезло, да. Учиха не отвечал. Вот этого он простить девушке не мог. И она смеет так говорить, она о руках. Пока Саски был в раздумьях, что делать с разволосой дурой, та, наконец, закончила свою тираду ключевыми словами. Поэтому она и стала такой. Наконец, в спокойствии Саски пришел конец и он заговорил. Одиночество. Тихо прошептал Брюнет, а Сакура переспросила. Что? Обиды на родителей и ничто в сравнении с этим. Девушка начала нервничать, а Саске хотелось выплеснуть все, что накопилось за время их разговора, но он ограничился всего одним предложением, после которого у девушки отпало всякое желание, что-то говорить про на руках. Ты меня достала. И, развернувшись, Саски ушел, оставив Харуна стоять в шоковом состоянии. Он искренне надеялся, что мозгов у нее хватит и хотя бы ради него она не станет больше говорить гадости про Узумуки. Конец влюшпека. Саски так задумался, что не сразу заметил, как кто-то крепко сжимает его руку. Повернувшись, Брюнет удивился. Когда он успел взять на руку за руку? А та все крепче и крепче сжимала руку, будто боясь, что тот уйдет и не вернется. На лице появилась легкая улыбка и Учиха незаметно для себя придвинулся к лицу девочки. Секунда-другая и та, резко открыв глаза, подается вперед и... Губы на руку были на удивление горячими и слегка влажными. И Саски, и на руку удивленно таращились друг на друга. Румянец появился на лице девочки и та, резко отстранившись, прижала ладонь к губам, отчаянно краснее. Прошло минут пять, после чего на руку, видимо, осознала, что только что было и, вскочив, убежала. Учиха сидел и смотрел вслед удаляющейся девушке. Проведя кончиками пальцев по губам, парень ухмыльнулся и посмотрел на курточку в своих руках. Улыбка сама расползлась на лице парня и тот уверенным шагом направился к дому у Зумуки. На руку, черт! 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 Что это только что было? Неужели мы и вправду? Нет. Я не хочу об этом говорить. Даже вспоминать боюсь. Сердце бешено бьется, а пальцы все еще находятся на губах. Не замечая никого, я врываюсь домой и ложусь на постель. Господи, пусть это все будет сном. Зажмурившись, я досчитала до десяти и снова открыла глаза. Ничего не изменилось, только сердце уже не так бешено билось. Успокоившись, я пошла на кухню и заварила себе чай. Отпив немного, я постаралась отлечься от этого случая. И у меня это получилось. Уже через три минуты я совсем позабыла о недавнем событии. С блаженной улыбкой я развалилась на стуле, попивая чайок. Но мою идею прервал звонок в дверь, и с такой же блаженной улыбкой я пошла открывать дверь. Но только я открыла дверь, как все недавние события опять пронеслись перед глазами. На пороге стояла чеха с моей курткой в руках. Его улыбочка заставила меня сглотнуть, и внезапно я покраснела, вспомнив как мы с ним. Немедля закрыв дверь, я крикнула, растирая лицо, зачем пришел? Конечно, вопрос глупый, но мне сейчас не до этого. Может, впустишь? На чашку чая. Только на чашку чая. Только на чашку чая. Немного подумав, я все же впустила его. Но краску на лице не смогла никак убрать. А этот теме улыбается, как довольный кот, который своровал сметану. Проведя своего желанного гостя на кухню, я стала готовить чай. Я буквально спиной чувствовала взгляд Саски. От этого краснела еще гуще, но продолжала наливать чай. Поставив чашку перед ним, я посмотрела на свою куртку и спросила, ты отдашь мне куртку или нет? Соскучилась? Может быть. Так отдашь или нет? Минута молчания и он протягивает мне куртку. Забрав ее, я села за стол, попивая свой чай. Молчание. Незаметно для учихи я стала рассматривать его. Интересно, ну вот чем он всем нравится? Ну ладно, признаю, что-то аристократичное в нем есть. Ну, он бледный как поганка, безразличный ко всему, как будто он, блин, пуп земли. А так, ну ничем не отличается от других парней. Неожиданно тот спросил, ты здесь хотя бы убираешься? Нашел, блин, что спросить? Хмыкнув, я ответила, ну, уж извини, что я не такая чистоплотная. Видишь ли, мне некогда убираться. В отличие от тебя. Я отвернулась, как бы обиделась. Хотя, ему-то какая разница. Ну не убираюсь я здесь, ну и что? У меня все равно друзей нет. Саски притих. Может, я зря нагрубила? Нет, сам напросился. Тяжко вздохнув, он встал и пошел к выходу. Почему-то я кинулась его провожать, но не успела я что-то сказать, как дверь уже хлопнула, оповещая меня, что я снова осталась одна. Нарука стояла в коридоре, пока полностью не осознала, что она снова одна. Вздохнув, девочка поставила чашку и, сев на кровать, спросила. Скажи, Курама, может, мне не стоило так грубить ему? Ты это сделала неосознанно. Может быть. Но ты ведь знаешь, что он сирота. П. Ф. Знаешь, ты тоже сирота и не обижаешься, когда тебе об этом напоминают. Ты прав. Ну ладно, что насчет тренировок? Ладно. Пошли на полигон, буду тебя учить. Девочка тут же оживилась и побежала на полигон. На полигоне было хорошо. Ветерок трепал волосы. Нарука стояла и глубоко вдыхала воздух в легкие. Сейчас начнется тренировка, и девочка была вся в предвкушении. Курама только ухмылялся, и когда девочка закончила с разминкой, начал свою нотацию. Как ты знаешь, чтобы активировать тот же самый шаринган, человек концентрирует чакру в глазах. Сначала ты сконцентрируешь свою чакру в глазах, а потом я стану медленно добавлять свою чакру. Поняла. Ага. Приступай. Нарука закрыла глаза и сконцентрировала чакру в глазах. Было немного неприятно ощущать такое давление на глаза, но вскоре оно стало понемногу исчезать. Вскоре чакра лиса стала добавляться в чакру Нарука. Глубоко вздохнув, девушка еще немного подождала, пока Курама не сказал, теперь попробуй открыть глаза. Нарука медленно открыла глаза и удивленно уставилась на всю округу. Конечно, Курама говорил, что эти глаза будут посильнее всех известных, но чтобы настолько. Девушка видела все. И мышь в норке, и голубей в голубятне, которая находилась бог знает где. Повернувшись, Узумаки заметила у ручья мужчину и вскоре ей было известно, какие техники он знает, какая у него природная чакра, где слабое место. Улыбка медленно расплылась на лице. Но внезапно боль в глазах заставила девочку зажмуриться и зашипеть. Курама подал свой голос, «Мда, у тебя получилось». Но не забывай, у каждого додютсу есть слабость или побочные эффекты. У тебя боль в глазах проявляется только через пять минут. Так что совершенствуйся. Спасибо тебе, Курама. Я тебя люблю. Девочка снова стала концентрировать чакру в глазах. Прошло много часов, прежде чем Нарука поняла, что жутко устала, а времени уже было очень много. Она сидела на траве и смотрела на небо. Там были яркие точки в виде звездочек и луна. Такая большая и круглая. Немного отдышавшись, девочка встала и пошла домой. Сегодня она смогла продлить время техники аж до часа. Курама похвалил ей Нарука, счастливая, шла домой. День не задался с самого утра. Проспала, не позавтракала, опоздала, была отруганная рука и отправлена на место рядом с Саски. После вчерашнего неудавшегося разговора и расставания девочки было не очень удобно с ним разговаривать. Но, вопреки себе, Узума кивила себя нормально. Так же, как и всегда. Приставала к Саске по пустякам и так же убегала от разъяренных девчонок. Да и Учиха тоже не подводил. Вел себя, как всегда, то есть как бездушная сволочь, которая на все безразлична. Когда Ирукая, наконец, смог успокоить детей, он начал говорить торжественную речь, а после последовал список команд. Ну, нашей героине все равно, кто в какой команде, поэтому все слова она пропускала мимо ушей. Но когда услышала свою фамилию, перевела скучающий взгляд на учителя. Итак, команда номер семь. Узума кинорука, Харуна Сакура и Учиха Саски. Все остальные девчонки прямо разгневались. Сакура прыгала от счастья, показывая язык своей подруги на... Саски было тупо все равно, он смотрел только на блондинку. А та была слегка шокирована, но, что-то взвесив в уме, спокойно улыбнулась и случайно посмотрела на Учиху. После обеда им сказали ждать своих новых учителей, и по известному закону подлости именно учитель команды номер семь опаздывал. Саски просто сидел за первой партой и смотрел в одну точку, что-то прокручивая в голове. Сакура только и делала, что трепалась о чем-то, а на руках, на удивление брюнетой и розоволосой, сидела на подоконнике и смотрела в окно. Но, будто очнувшись, девушка спрыгнула, хитро улыбаясь, зажала между дверью и косиком губку для доски. Сакура пыталась отговорить ту, но не успела даже и слова сказать, как дверь стала открываться и губкой благополучно приземлилась на сероватую макушку, поднимая белое облачко. Все удивленно уставились на учителя, ожидая чего угодно. Вот только фраза, которую выдал новый учитель, но никак не воодушевила троих генинов. Знакомиться они стали на крыше. И ведь все прекрасно складывалось, если не считать того, что учитель кроме своего имени ничего не сказал. После он потребовал, чтобы детишки тоже представились. Первое начало Сакуры первое впечатление о ней было ну совсем никакое. Правда, ее последние слова почти добили на руку, но та лишь глупо улыбнулась, как бы извиняясь, что такое уродилось. Вторым стал Саски. Он рассказал только о том, что хочет убить одного человека и возродить свой клан. И последнее стало на руку. Все думали, что та начнет нести всякую чушь про силу, рамен и мечту стать Хакаги, но девушка начала свой рассказ совсем по-другому. Она назвала свое имя, свое любимое блюдо, а после сказала вот что, «Моя мечта стать самой сильной Хакаги и чтобы все меня признали. А самое сокровенное желание когда-нибудь вызволить своего лучшего друга». Конечно, никто не знал, кто этот лучший друг, но зато тот самый друг лишь хмыкнул и покачал головой, как бы говоря, оно безнадежно. Потом Какаши, а именно так звали их нового учителя, сказал завтра приходить на тренировку в восемь утра. Трое генинов, наконец, стали расходиться. Сакура, как всегда, лезла к Саске, мол, проводи до дома, Саске-кун. Она, рукая, смотря на тех двоих, просто развернулась и, закинув руки за голову, пошла на тот полигон, где вчера тренировалась. Саске провел ее заинтересованным взглядом и, как-то отлепив от себя розоволосы, пошел за блондинкой. Когда Узумаки пришла на полигон, первым делом она провела разминку. Свою незаменимую курточку девушка сняла и повесила на ветку дерева, оставшись только в черной футболке без рукавов и в оранжевых штанах. Учиха старался оставаться незамеченным, но внезапно блондинка взглянула в ту сторону, где он был, и сказала, «Саске, я знаю, что ты там. Вылезай». Сначала Саске ничего не делал, но после слов на руко. «Ой, ты, наверное, испугался Чегото. Не волнуйся, Саске, врагов не наблюдается». Учиха выскочал из кустов и тут же посмотрел на Узумаки, которая, довольная собой, улыбалась. После девушка предложила потренироваться до вечера и Учиха согласился. Они тренировались, не давая друг друга передышки, не жалея. Даже Учиха, наконец, признал в на руко достойную противницу. Незаметно для них, вечер подкрался, незаметно и те, уже полностью уставшие, сидели на земле, облокотившись на два столбика. Оба тяжело дышали, но зато Саске выглядел немного лучше, чем на руко. Руки дрожали, все тело ныло, но улыбка не спадала с лица девочки. Через пять минут и парень, и девушка почувствовали, как слабость накатывает на них, и глаза сами закрылись. На руко, я проснулась от теплых лучей солнца. Сладко потянувшись, я открыла глаза и на свое удивление увидела Саске. Что это значит? Сначала я удивленно таращилась на лицо своего товарища, а потом стала догадываться о том, что моя голова покоится на его коленях. Рукой дотронувшись до моей подушки, я подтвердила свою догадку. Я лежала на коленях Учихи. Вскочив, я воскликнула, слегка краснее, разбудить, что ли, не мог. Тот ничего не ответил, лишь пожал плечами и встал. Что-то он слишком молчалив. Неужели я случайно во сне задела его своей рукой? Что за бред? Поправив одежду и распустив волосы, я сказала, я к речке. Спокойно. Спокойно. Тебе только кажется, что эта тучиха провожает тебя взглядом. Набрав воды в ладошки, я плеснула себе в лицо. Какое блаженство. Челка слегка намокла и тогда я собралась уже собирать волосы в привычную для себя прическу два хвостика по бокам головы. Расправившись волосами, я поправила одежду, которая за ночь вся помялась. Вернувшись к тучихе, я спросила, кстати, где мы должны с какашей сэнсим встретиться? Здесь. Он так спокойно и безразлично мне ответил, будто у него на коленях каждый день спят девчонки. От этого я только хмыкнула и пошла забирать свою куртку, которая со вчерашнего вечера висела на ветке. Странно, но у меня, похоже, паранойя. Мне все время чудится, будто тучиха провожает меня взглядом. Странно все это. С Саски, я проснулся первым и заметил, что солнце только-только встает. Значит, еще слишком рано. Внезапно я почувствовал тяжесть в ногах и перевел взгляд на свои ноги. На моих коленях покоилась голова на руках. Интересно, это она в процессе сна перебралась на мои колени? Или что произошло, что она спит, как ни в чем не бывало на моих ногах? Хотя я не против. Не знаю, почему, но именно ее я не могу оттолкнуть. Милая личка, три полосочки на щечках и такие длинные волосы цвета солнца. Протягиваю руку и касаюсь ее волос. Какие мягкие. После того разговора у нее дома, я ушел. Во мне взыграли странные чувства. Разум прямо кричал мне, чтобы я вернулся и извинился. Хотя я решил не возвращаться, но всю ночь не спал. А вчера мы с ней тренировались. И я впервые признал девчонку достойным противником. Хотя, она скорее смахивает на парня, но только характером. Я посмотрел на небо и, спустя минут пять, почувствовал, как моих колен коснулась рука Узумуки. Смотреть на нее мне не надо было. Она сама вскочила и спросила, разбудить, что ли, не мог. Я не нашел, что сказать, и просто пожал плечами и встал. Встав, я заметил, что на руках слегка красная. Все же она девушка. Она встала и, поправив смятую одежду, распустила волосы. Вот это луканы. Когда она ходит с хвостиками, волосы не кажутся такими длинными, но сейчас. Длинные блестят на солнце. Я к речке. Только после ей слов я очнулся и незаметно кивнул. Но отвести взгляд от нее не смог. Да что со мной такое? Мне нужно думать лишь о том, чтобы получить силу и отомстить ему. Но тогда почему, когда я смотрю на нее, все цели и стремления забываются? Ненависть отступает на второй план и остается только слепая радость. Боже, да что со мной? Пока я был в раздумьях, на руках успела уже умыться и собрать свои волосы в два хвостика. Она вернулась и спросила, кстати, где мы должны с Какаши Сенсим встретиться? Здесь. Отвечаю безразлично и спокойно. Стараюсь не выдать себя. Она обходит меня и идет к своей куртке. Черт, да почему же я не могу отвести от нее взгляд? Скоро придет Сакура, а там и Какаши явятся. И тогда снова придется натягивать маску безразличия и лишь иногда огрызаться на на руках. Вскоре подошла Сакура и поняла, что на руках пришла вовремя, без опоздания. Правда, она тут же забыла про нее, стоило только увидеть Саски. И снова все повторяется. На руках стояла в сторонке и лишь иногда улыбалась. Сакура бегала за бедным учхой, а сам Саски старался не слушать розового слоя и поглядывал на на руках. Три часа спустя. Вы опоздали, Какаши Сенсей. Заголосили на руках Сакура одновременно, когда появился их учитель. Тот лишь улыбнулся, что было заметно даже через маску, и ответил. Черная кошка дорогу перебежала, вот и задержался. Сакура только недоверчиво посмотрела на мужчину, а Узумаки возразила, ну да, вреди больше. А после учитель объяснил им суть задания и по команде заставил в трех генинов спрятаться кто куда. Прошло несколько часов, а детишки не смогли даже коснуться колокольчиков. Хотя нет, была тут одна. Блондинка пару раз почти коснулась их, но Какаши пришлось немного прибегнуть к силе. Толкнув девушку к одному из столбов, он быстро привязал ту, но в этот момент из кустов выскочил Саски, который тут же начал нападать на учителя, а Сакура в это время отвязывала Нарука. Вскоре колокольчики были отобраны, а Нарука освобождена. Но им предстоял трудный выбор. Кто возьмет колокольчики? Или Саски с Сакурой, или Саски с Нарука, ну или Нарука с Сакурой, правда, а парень, ни девушка не были от этого в восторге. В итоге Нарука любезно отдала свой колокольчик Сакуре. Какаши, смотря на это, улыбнулся и сказал «Молодцы, вы сдали». После детишки потребовали объяснений, и учитель любезно все объяснил. На следующий день уже команда номер семь пошла на свое первое задание. Нарука думала, что будет обычный отлов кошек или выгул собак, но когда они вошли, старик Хакаги познакомил их с человеком, которого они должны были сопровождать. Конечно, никто не был против, наоборот, даже за, но Нарука немного насторожилась. Хотя это не в ее характере, но Курама смог вдолбить девушке, что при каждой странной и подозрительной ситуации стоит настораживаться. Но, вопреки всему, ничего не происходило. Пока блондинка не почувствовала, как что-то схватило ее за ногу и потянуло назад. Не успев даже вскрикнуть, Нарука оказалась в воздухе, а мужчина, что держал ее за ногу, уже занес острые, скорее всего, ядовитые когти. Вот только та успела свободной ногой ударить по лицу противника и тот, шипя от боли, откинула ее в сторону. Ожидая болезненного удара, девочка зажмурилась, но она лишь почувствовала на своей талии теплые и большие руки. Открыв глаза, та посмотрела наверх и свободно выдохнула. Кокоши улыбнулся девочке и кинулся на противников. Вскоре трое генинов облегченно выдохнули, а Кокоши для приличия решил поговорить с мужчиной. Нарука сидела у дерева и не могла подняться. По всему телу распространялась слабость, а нога жутко болела. Сакура не обращала на то внимания, а вот Саски обратил на нее внимание, подойдя, спросил, «Ты в порядке?» Таня ответила, просто покачала головой. Саски забеспокоился. Присел на одно колено и закатил штанину у девочки. Там была неглубокая царапина, но из нее ручейком текла кровь. Потребовалась всего минута, чтобы до Саски дошло. Когти были отравлены. Первым делом Саски сообщил об этом Сакуре, а там же Кокоши. Конечно, было разумно отправиться в деревню, но девушка так не считала. Незаметно для всех она достала куны и со всей силы вонзила его в ранку. Травинки окрасились кровью, а на землю стали падать красные капельки. Первой на девочку кинулась Сакура. Она что-то кричала про неправильность и потерю крови. Но та всего лишь вытащила куны и сказала, «Теперь мы можем продолжить миссию». Кокоши вздохнул и принялся перебинтовывать ногу у девочки. Наконец, компания благополучно дошла до деревни, накормив своих провожатых. Тадзуна рассказал свою проблему и проблему всей деревни. Нарок и слушала в полуха, а когда рассказ закончился, в комнату пришел внук Тадзуны. Правда то, что мальчик как бы предсказал их смерть, у Зумаки не понравилось, но ничего говорить она не стала. Встав, она прошагала мимо паренька и скрылась за дверью. Конечно, никто не понял к чему это, но не стали обращать особого внимания на странное поведение девочки. Нарок, я решила немного потренироваться, ведь с того момента, как я стала гененом, Кураме я стала уделять все меньше и меньше внимания. Вздохнув, я спросила, «Курама, ты меня потренируешь? Смотря чем у тебя тренировать». Его голос показался мне каким-то сонным, и тогда я спросила, «Ты что, спал?» Ну да. С тех пор, как ты стала гененом, ты стала меньше времени мне уделять, вот и решил поспать. Ясно. Я просто хотела бы научиться еще какой-нибудь крутой технике. «Пф. Ты сначала совершенствуй свои глаза. Кстати, почему их не используешь? И как ты их назвала? Ну? Я не хочу использовать их на глазах у своей команды. Ведь я до сих пор никому не рассказала, кто мой лучший друг. И правильно сделала. Ты ведь знаешь, что жители до сих пор меня не любят. Не расстраивайся. А вот как назвать свои глаза, я не знаю. Ну, что ты чувствуешь, когда применяешь их? Ну, я чувствую тепло во всем теле, и когда я смотрю куда-то мельком, появляются языки пламени. Хм. Что-то такое я помню. «А? Точно. Не думал, что тебе удастся создать глаза, как у моего старого знакомого. Это ты о чем? Сев на полянку, к которой я пришла, я стала рассматривать птицу и слушать Кураму. Ну, раньше я был знаком с одним демоном. Его звали Рогог. У него были самые сильные глаза в мире. Боялись его люто. Хотя по характеру и мухи не обидят. В итоге его решили поймать, заточить и изучать. Но эти ученые людишки не предполагали, что Рогог слишком сильный демон. Чакры у него было даже больше, чем у меня, и сильнее он был меня в сто раз. Именно из-за этого мы с ним подружились. Нас двоих боялись и гнали, только завидев или убегали. Хотя, одна деревня все же сыграла на его доброте и убила его. Последнее предложение Кураму произнес со всей злостью и ненавистью. Видно, этот Рогог был ему дорог. Мне сразу стало не по себе, но Курама, заметив это, успокоил меня. Не волнуйся. Он всегда останется в моем сердце, и я уже давно нашел нового лучшего друга. Улыбка сама расползлась по лицу, и я легла на травку, прикрывая глаза. Курама продолжил. Рогог как-то сказал мне, что хочет найти себе джинчурики. Правда, я всегда отговаривал его, но тот стоял на своем. И ты знаешь, он всегда смотрел на твоего отца. Что? Да-да. Его привлек твой отец. Добрый и справедливый. Сильный. Конечно, подойти к нему и Рогог не решился, но каждый день он все больше и больше рассказывал о нем. А когда меня заточили в твоей матери, он стал и за ней присматривать. Да, он был очень счастливым. Я заметила, как в голосе друга промелькнули нотки грусти. Я беспокойно села и осторожно спросила. Что произошло? После? Тяжкий вздох и ответ. Когда Мадара заставил меня пойти на деревню, на ее защиту стал Рогог. И больше не было слов, лишь сочувствия. Курама потерял своего лучшего друга, при этом убив его. Я даже не представляю, каково это убить своего друга и при этом понимать, что ты делаешь. Я тут же погрустнела, понимая, как ему больно вспоминать весь тот ужас. Если именно глаза его друга я ношу, тогда стоит их совершенствовать. Встав, я спросила, скажи, Курама, как и Рогог называл свои глаза? Никак. Он не хотел давать название тому, что сильнее любого другого демона. Он просто боялся. И снова грусть накатила на меня с новой силой. Похлопав себя по щекам, я сконцентрировала чакру в глазах и сказала, тогда это будут глаза Рогога. Открыв глаза, я стала их совершенствовать. Пусть хоть эта часть его друга останется с Курамой. Не хочу, чтобы он еще больше страдал. Прошло пять часов, а я уже устала. Но сдаваться я не хочу. Сложив печати, я еще раз использовала глаза Рогога и снова стала атаковать своих клонов. Благодаря этим пяти часам я могу увидеть Тенкицу, поток чакру и чувствовать их обладателя. Из-за боли в глазах я не смогла удержать чакру, и клоны с хлопком исчезли, а глаза снова стали прежними. Теперь мой лимит целых пять часов. Тяжело дыша, я отправилась в дом Тадзуны. Свет уже не горел в окнах и, пробираясь в дом, я старалась не шуметь. Благополучно пройдя в нашу комнату, я, не заморачиваясь, легла на пол, положив под голову свой рюкзак. На следующее утро я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечом. Приоткрыв глаза, я увидела расплывчатый образ какаши. Проморгавшись, я села и тут же пожалела об этом. Все тело болело. Вот что значит спать на полу. Когда боль чуть прошла, я услышала вопрос. Ну и где ты вчера была? В лесу. Тренировалась. А что? Да так, ничего, но... Тут же в комнату ворвался Саски с Сакурой и, увидев меня, тут же накинулись с расспросами. Ты где, черт возьми, шаталась вчера. Проорала на всю комнату Сакура и зло посмотрела на меня. Вот это точно демон. Зеленоглазый демон. Сглотнув, я ответила, успокойся, Сакура, я вчера тренировалась. Ага, и где же ты тренировалась? А тебе какое дело, Учиха? Ну, сдержавшись, я так же спокойно ответила в лесу. На полянке. А что случилось? Ну, пока ты прохлаждалась, мы набрели на врага, который, кстати, был не таким уж и слабым. Не сдержавшись, я встала, не обращая внимания на боль и почти прокричала на этого самодовольного Учиху. Я не обязана ходить за тобой как собачка. Если во мне сидит девятихвостый, это не значит, что я должна становиться ручным зверьком. От обиды скрутила живот и, не дожидаясь никаких ответов, я выбежала из комнаты, при этом чуть не сбив внука нашего заказчика и выскочила из дома. Ноги сами принесли меня на вчерашнюю полянку и, усевшись возле дерева, я уткнулась лицом в коленки. Да что он обо мне знает? Он тот, кто вырос в любви и заботе. Как он может такое говорить? Обидно, что после стольких лет трудов никто так и не изменил своего отношения ко мне. В глазах прохожих я всего лишь сосудку рамы. Незаметно для себя я уже шла вглубь леса, и неожиданно меня остановила большая теплая рука. Развернувшись, я увидела обеспокоенное лицо какаши. «Волнуетесь? За кого? За меня? Или за печать?» Облизнув пересохшие губы, я спросила, пришли вернуть? Тот улыбнулся я, почесав затылок, ответил «Ну, я хотел с тобой поговорить». Пожав плечами, я блокотилась от дерева и сказала «Валяйте». Его лицо тут же стало серьезным. Спустя минуту учитель спросил, откуда ты узнала про девятихвостого? Хмыкаю в ответ, а на глазах появляются слезы. Отчего вдруг? Сдержав слезы, я ответила, в то время, как все меня ненавидели, он стал моим первым лучшим другом. Это невозможно. Как просто вырываются такие обидные слова. И эта фраза одна из таких. Это невозможно, так говорят родители своим детям, так говорят любые шинобины задания. И сейчас, позволяя струйкам течь по щекам, я тихо прошептала, возможно. Курамы мой лучший друг. Теплая ладонь коснулась плеча, и мужской голос вновь причиняет боль. На руках, я понимаю, какую боль ты терпела, но девятихвост-то не может быть твоим другом. Оттолкнув мужчину, я крикнула в ответ, вы просто ничего не понимаете. В то время, пока все смотрели на меня, как на монстра, я тренировалась, чтобы стать сильнее. Чтобы найти способ высвободить своего самого лучшего и первого друга. Что из этого вы можете понять? Я росла без любви и заботы. Я знаю своих родителей только благодаря Курами. Он поднял меня на ноги. Вытащил из петли в самый последний момент. Что именно вы можете понять? Ни Саски, ни Сакура, ни вы не поймете этого. Выговорившись, я развернулась и убежала, только чтобы не слышать никого, не видеть их. Тех, кто жалеет меня, а внутри, возможно, также ненавидят. Больно и обидно. Незаметно я оказалась у речки, упав на колени, стала умывать свое лицо. Кто увидит, засмеет. Шиноби плачет. Кокоши стоял на полянке и корил себя за те слова. Почему он так сказал? Ведь он хотел только вернуть бедняжку и объяснить, что Саски не имел в виду что-то такое, что предположила Нарука. А что вышло? Она только накричала на учителя и убежала со слезами на глазах. Эх, Кокоши, не умеешь ты разговаривать с детьми. Сзади послышались голос Сакуры, и Хатаки обернулся. Ему навстречу шли его ученики. Интересно, и как им сказать про неудавшийся разговор с Нарука? Пока мужчина был в раздумьях, к нему уже успели подойти ребятишки. Первый задал вопрос Саске. Где Нарука? Кокоши только указал куда-то вглубь леса, и Учиха тут же пошел искать непоседу. Сакура же осталась с Кокоши. Пепельный волосый понадеялся на парня. В каком-то смысле он понимает Нарука, и разговор с ним должен иметь успех. Успокоившись, я сидела возле речки и смотрела на свое отражение. Увидев возле себя рыжего лиса, я улыбнулась и спросила, «Ты как?» «Это я должен тебя спрашивать. Я привык, а вот ты... с тобой все хорошо?» Я смогла только кивнуть, и тогда Курама запрыгнул мне на колени, свернувшись в клубочек, положил свою морду на сложенные лапы. Я стала гладить его по шерстке, понимая, что правильно отстояла своего друга. Все же почему все думают, что сердце демона нельзя растопить? Он ведь не виноват, что его все боятся. А ненависть заставила его сердце заледенеть. Наконец, забыв про недавний инцидент, я спросила, «Скажи, Курама, ты стал бы меня защищать?» Подняв голову, тот посмотрел на меня с подозрением и ответил, «Конечно». «Значит, если я буду на грани смерти, ты меня защитишь. Запомни, ты никогда не будешь на грани смерти». «Хорошо, хорошо». Когда Курама удостоверился в том, что я в порядке, он исчез, напоследок лизнув в щеку. И в этот момент появился тот, кого я не хотела бы видеть. Из кустов вышел Саски. Отвернувшись от него, я продолжила разглядывать свое отражение. Молчание. Учха садится рядом. Начинается разговор. Перепалка. Извинения. Прощения. Улыбки и возвращения. Все же я немного погорячилась. Надо потом перед какашесенсим извиниться. Но это потом. Теперь домой. Все следующие дни Нарлка никуда не уходила. Она извинилась перед всеми за свое поведение и впредь слушалась своего учителя. Они тренировались все вместе, и даже Сакура стала немного теплее относиться к блондинке. Все вычли выгоду из того инцидента. Какаши стал более осторожно обращаться с детишками. Сакура, наконец, решила подружиться с Нарлкой. Саски просто остался самим собой, а Нарлка решила больше не удаляться от тех, с кем она теперь в команде. Прошло всего три дню, а мост уже был закончен и, следовательно, задание команды семь выполнено. Они уже собирались отправляться обратно в Канаху, как неожиданно появился туман, что было очень подозрительно. Нарлка, Саски и Сакура вытащили куна и стали оглядываться по сторонам, ожидая атаки откуда угодно. Вот только туман становился гуще, и разглядеть что-либо становилось почти невозможно. И это начинало раздражать всех, даже кукаши. Первая не выдержала Нарлка. Незаметно для всех она использовала глаза Эрагога и тут же увидела обладателя техники. Девочка бесшумно кинула куны в сторону мужчины. Оружие попало точно в цель, и туман стал рассеиваться. Убрав технику, Узумаки улыбнулась, так как вскоре и сам обладатель был видим. Когда техника полностью рассеялась, девочка увидела, куда угодил куны. А куны угодил точно в правый бок, за что обладатель вовсе не был благодарен Нарлка. Интересно, как ты смогла разглядеть меня? Сглотнув, Узумаки достала новой куны и промолчала, показывая, что не обязана ничего говорить. Мужчина ухмыльнулся сквозь бинты, и в следующее мгновение противник появился позади девочки. Секунду-другая и Нарлка понимает, что избежать удара не получится. И вот та зажмуривается, ожидая удара, как вдруг кто-то хватает ее за талию. Открыв глаза, Нарлка увидела, как Какаши блокировал атаку мужчины, а Саски держал ее за талию. Поблагодарив товарища, Узумаки почувствовала еще одну чакру, и пока Учиха держал девушку за талию, та кинула в сторону три сюрикена. Все трое немедленно вскочили и посмотрели туда, куда были кинуты сюрикены. Появился парень лет шестнадцати в Москве Анбу Страны Тумана. Все трое насторожились, и начался бой. Прошло неизвестно сколько минут, а вся команда, в том числе и их учитель, стали уставать. Сакура не выдержала столь долгого боя, и парень, воспользовавшись этим, ударил ее, так что она потеряла сознание. Какаши пытался добраться до учеников и помочь им, но его противник, Забуза, не давала шанса подойти к тем. А Нарлка и Саски уже еле стояли на ногах, но не собирались сдаваться. Парень был сильнее них, но что-то подсказывало, что он вовсе не хочет их убивать. Нарлка отскочила от парня, тяжело дыша, стала прокручивать варианты побега или же сражения. Пока те стояли, не двигаясь, паренек начал создавать странную технику. Печати были им незнакомы, и вскоре вокруг детишек стали появляться зеркала, образовавшие собой купол. Нарлка и Саски удивленно смотрелись и поняли, сбежать не получится. Битва продолжилась уже внутри купола, и, увы, удача была не на стороне наших героев. Паренек, которого звали Хаку, все время кидал синбоны, и вскоре ребята стали похожи на ёжиков. Нарлка стояла на ногах только благодаря чакре Курамы, да и ее было недостаточно, чтобы раны заживали полностью. Чтобы залечить их полностью, надо было вытащить синбоны, а времени на это совсем не было. Саски тоже выглядел не лучше, чем девочка. Шаринган хоть и был активирован, но атаковать парня было почти бесполезно. Собравшись с силами, Узумаки встала, и тут же ее ногу пронзила одна игла, заставляя ту упасть на колени. В следующее мгновение Хаку кинул в девушку несколько синбонов, намереваясь покончить с ней, но... Нарлка, я сильно зажмурилась, ожидая, когда иглы пронзят меня, но, ничего не почувствовав, я открыла глаза. То, что я увидела, заставило сердце бешено биться и слезы навернуться на глаза. Саски стоял, прикрывая меня. Ясное дело, атаку он принял на себя. Повернув голову в мою сторону, Учиха прошептал, так как одна игла проткнула его горло насквозь. «Ты в порядке?» «Зачем?» Почти прошептала я, не верь своим глазам. Саски кашлянул кровью и стал медленно падать. Не обращая внимания на боль в ноге, я подхватила тело своего товарища. Взяв иглу, я стала вытаскивать ее. Саски стоически терпел боль, и когда Синбон был отброшен назад, я приложила ладонь на ранку, сдерживая кровь. Почему? Единственный вопрос, который я задала ему, и спустя секунду он ответил «Я не знаю». Просто так получилось. Пару вздохов, и на его щеку упали две капельки. Я снова плачу. Но сейчас никто меня не осудит. Он смотрит на меня и продолжает «Этот человек. Мой брат. Я говорил себе, что не умру, пока не убью его. Не умираю хоть ты». Тело на моих руках расслабилось, и слезы новым потоком текут из глаз, падая на холодную щеку друга. Почему? Почему все так вышло? У тебя ведь есть цель, которой ты должен был стремиться. Зачем ради такой, как я, ты жертвуешь собой? Больно. Больно терять близких тебе людей. Сейчас я ощутила ее. Ощутила эту колющую боль, что разрывает меня. Закусив губу, я положила холодное тело Саски на землю и встала. Парень что-то говорил, но я его не слышала. Во мне бушевала ярость и боль. Пусть меня ненавидят, но если эти люди доверились мне, то я положу свою жизнь на кон. Но не позволю им умереть. Я не слышала никого и ничего. Хотя что-то пыталось до меня докричаться. На рука. Успокойся. Прекрати. Слово Лиса потонули в той боли. Сейчас существует лишь одно. Хаку. Он тот, кто убил моего друга, товарища, близкого мне человека. И я должна убить его. Убью. Хаку. Эти дети не такие уж и слабные. Держались они стойко. Вот только их сил недостаточно, чтобы меня победить. Правда, признаю, эта девочка с пареньком довольно долго держится, даже если я использовал демонические зеркала. Но сейчас все кончится. Неплохо он защитил ее, подставив себя под удар. Я не хочу их убивать, но ради забузы сына я готов пойти на все. Мне ее жаль. Она еще ребенок, а уже потеряла своего товарища. Возможно даже друга. Слезы. Что ж, я не могу ее судить. Пусть Шиноби не должна плакать, но она ребенок и это позволительно. Но что это? Вокруг нее столько чакры. Воздух плавится. Мои зеркала. Да что с ней? Она встала и медленно стала подходить ко мне. Вокруг нее собирался красная чакра. Ее лицо медленно поднимается, и на меня смотрят два кроваво-красных глаза с вертикальным зрачком. Лицо исказилось от ярости и боли. Чакра, наконец, окутала ее тело, и появилось сзади три хвоста. Что это? Ее голос разорвал тишину. Убью. Воздух вокруг стал горячим и Хаку, не сумея смотреть на девочку, зажмурился. Ох, зря он это сделал. Почувствовав жуткую боль в щеке, парень отлетел от девочки, при этом разбив зеркало. Маска треснула и вскоре рассыпалась, являя миру почти детское лицо. Но на руку это не остановило. Она, встав на четвереньки, стала похожа на миниатюрную форму Лиса с тремя хвостами. Парень, смотря в эти безжалостные глаза, слегка испугался, но понял, что если сбежит, то больше не будет нужен Забузи. С трудом встав, парень сказал, прости за смерть твоего друга, но ради Забузи-сена я готов на все. А слабое оружие Забузи-сену не нужно. Поэтому убей меня, наркотян. Неужели он так дорог тебе? Спросила наркотя, смотря на парня. Чакра не исчезла, хотя злость и прошла немного. Хвосты нервно метались и при каждом резком движении разрушали что-либо. Хаку улыбался и совсем не злился на себя или на Забуза. Если ты убьешь Кагото, кто-то убьет тебя. Принцип, который работает в этом мире безотказно. Нарука встала на ноги, сжав руку в кулак, сказала, хорошо. Я не веню тебя в смерти Саски. Но запомни ты не оружие. И с этими словами девушка пронзила грудную клетку парня. Но тот улыбался и я, прошептав тихое спасибо, умер. Аккуратно положив тело парня, Узумаки закрыла его глаза. Встав, девушка кинула короткий взгляд на тело своего друга, быстро отвернувшись, посмотрела на Хаку. Они оба погибли. Один защищая своего товарища и друга, а второй за свою мечту и того, кто был для него дорог. Чакра стала медленно исчезать и Узумаки, стиснув кулаки, пошла к тому, кто был для этого мальчика всем. Он считал себя орудием в руках убийцы. Но это не так. Он был человеком, которому нужно было чье-то тепло. Ему всего лишь нужно было одно. Потребность кому-то быть нужным. Нарука, стискивая свои кулаки все сильнее, стала подходить к тому, что происходило в середине моста. Сакура давно уже очнулась и, увидев Нарука, крикнула «Нарука!» «Где Саски-кон?» От упоминания имени того, кто пожертвовал собой, сердце защемило. Ничего не ответив, девочка только отвернулась, и Сакура тут же побежала туда, где лежал Саски. Стиснув зубы до боли, Нарука услышала крик Сакуры, и больной волной накатила на нее. Но нельзя забываться. Нарука продолжила свой путь, пока не увидела забузу и кукаши. Учитель был удивлен тем, что было пару минут назад, а мечник, отвлекшись на девочку, не заметил, как та со всей силы ударила его. Мужчина отлетел в сторону и, с трудом поднявшись, удивленно уставился на узумоке. Подняв лицо, девочка спросила, что для тебя значил Хаку? Вопрос застал мужчину врасплох, но спустя минуту он ответил, он был всего лишь орудием, вот и все. Скрипнув зубами, девочка прошипела в ответ, ты был для него всем. Мечтой, которую он может осуществить, только став оружием. Знаешь, он не хотел нас убивать, но умер мой друг, который стал мне близким человеком. Перед своей смертью он извинился за его смертью, что самое ужасное, так это то, что он назвал себя оружием. Нарука еще что-то говорила, и понемногу забузу стал внимать словам девочки. Кукаши стоял и удивился тому, как Яра девочка доказывает убийце правоту своих слов. Внезапно Хатаки услышал, ох уж это Нарука. Мужчина перевел взгляд в сторону и отскочил, увидев перед собой миниатюрную копию Девятихвостого. Тот лениво посмотрел на Кукаши и сказал, да успокойся ты. Смотришь так, как будто я привидение. Как? А вот так. Нарука вроде говорила тебе, что я ее друг. И ты не верил. Теперь веришь? Мужчина кивнул и снова посмотрел на Нарука. Та, наконец, донесла всю сущность Хаку и на удивление того, забуза заплакал, понимая, что паренек был ему дорог. Сама блондинка легко улыбнулась, и тогда забуза отправился к своему подопечному. Все поняли, что долго мужчина не протянет. И эти последние минуты жизни он решил потратить на путь к своему другу. Упав возле Хаку, мечник провел рукой по его щеке, закрыв глаза, умер. У Зумаки вздохнула и вскоре услышала радостный восклик Харуна. Нарука. С Саски Куном все хорошо. Эта новость резко подняла девочке настроение. Кивнув, та еле сдержала слезы. Слезы радости. Тихий шепот вырвался из улыбающихся губ. Саски, ты... придурок. После возвращения из задания всех положили в больницу. Нарука выздоровела быстрее всех и поэтому каждый день заглядывала к своим товарищам. Но больше всего она была у Саски. У того, кто защитил ее и позволил себе поставить на кон все, только чтобы она жила. Они почти до самого вечера болтали, и каждый их такой разговор заканчивался улыбками. Нарука все время благодарила Саски за защиту и корила за то, что он на несколько минут умер. Ноучиха только подкалывал девочку, на что та все время отвечала новым веским аргументом, но в один из таких вечеров у Зумаки сказала. «Знаешь, если ты еще раз умрешь, не достигнув своей цели, я верну тебя и сама прикончу». Нарука говорила это серьезно, чтобы Саски понял, что тем своим поступком напугал девочку не на шутку. Вскоре Сакуру выписали из больницы, а там последовали и Саски с какаши. И снова потекли обычные дни. Легкие задания, перепалки сучхай. Все шло своим чередом, пока одним таким прекрасным днем у Зумаки не прогуливалась со своим другом, мальчишкой Конохомыру. Они весело болтали, пока тот не решил перегнать блондинку и случайно столкнулся с каким-то парнем. Тот поднял мальчишку за шарф над землей и сказал, что ему больно. Нарука тут же сказала, «Эй, отпусти Конохомыру! Если не над кем поиздеваться, бери детишек из своей деревни!» Тот посмотрел на Нарука, как на пустое место, и та, не сдержавшись, ударила мальчишку по руке так, чтобы тот отпустил паренька. Тот, сильно разозлившись, уже достал забинтованную штуку, которая была у него за спиной, как послышался спокойный голос, «Прекрати, конкура!» Парень испуганно огляделся и дрожащим голосом проговорил, «Гара!» Парень спрыгнул на землю, и Нарука смогла его разглядеть. Парень ее лет с красными волосами, нереальными пустыми глазами, иероглифом над левым глазом, означающей любовь и с такими большущими синяками вокруг глаз. Нарука стояла и смотрела на парня, а тот, сделав пару шагов, сказал, «Извини за такое представление!» «Как тебя зовут?» Узумаки пару минут рассматривала парня, а потом ответила. Узумаки Нарука. Собаку Ногара. И трое из песка, обойдя девочку, пошли в неизвестном направлении. Нарука незамедлительно побежала к своей команде. Ведь Какаши Сенси хотел им что-то важное сказать. Придя на место встречи, девочка сразу спросила учителя Какаши Сенси, «Что делают шинобе песка в нашей деревне?» Мужчина только вздохнул и, вытащив три бумажки, сказал, «Я поставил вашу кандидатуру на экзамен. Вот ваши допуски. Экзамен?» Спросил Саски, и пепельный волос разъяснил. «Да, экзамен начинено». Все трое задумались, но спустя некоторое время Какаши продолжил, «Вы должны записаться, через три часа экзамен начнется». «Пока-пока». Помахав на прощание ручкой, Хатаки исчез в белом облачке. Трое генинов задумались, но, мысленно решив, что пойдут на него, отправились записываться. Хотя единственная, кто была в легком смятении, так это Нарука. Не понимая, почему, но какое-то странное чувство не давало ей покоя. Внутри все кричало, а понять почему, девочка никак не могла. Пока она шла за своими товарищами, она решила поговорить об этом с Курамой. «Курама, ты не знаешь, что будет на этом экзамене?» «Без понятия». «А что такое?» «У меня плохое предчувствие». Все внутри кричит об опасности. «Скорее всего, ты просто внутри не боишься этого экзамена». «Да нет, это что-то другое». «Волнение и страх здесь ни при чем». «Такое ощущение, будто на нем что-то произойдет». «Что-то, что мне не нравится». «Не волнуйся». «Если что, я предостерегу тебя». «Если тебе это не нравится, просто откажись». «Ну как же Сакура с Саски?» «Откажись тогда, когда будет возможность уйти тебе одной». «Я понимаю, что они тебе дороги, но пойми, если есть процент опасности, хоть самый мизерный, стоит бежать как ошпаренная». «Я поняла тебя, Курама». «Услышав усмешку, Лиса, нарукая, наконец, обратила внимание на реальность. То, что открылось перед ней, заставило машинально кинуться вперед и остановить атаку двух парней. Первый оказался Саски, а второй был девочке неизвестен. Посмотрев сначала на одного, а потом на другого, Узумаки встала и сказала «Пошлите, нам пора». Она прошла мимо того парня и шепотом принесла извинения. Весь следующий путь они шли молча. Ни Сакура, ни Саски не хотели нарушать тишину. Странно, но Саски хотел спросить о странном поведении Узумаки, но не решился, так как тот взгляд не давал ему покоя. Настороженный и слегка встревоженный. Девочка не была уверена в том, что хочет проходить экзамен. Это Саски понял сразу, как заметил странные выражения лица у блондинки. Когда они уже почти дошли до двери, которая скрывает первый этап экзамена, Саски попросил Сакурукой куда сходить, а сам, серьезно посмотрев на Нарука, спросил «К чему такая серьезность?» «Э? Ты о чем?» Учиха резко прижал девочку к стене и снова спросил «Что с тобой?» «Ничего. Учиха, твоя подозрительность доведет тебя до плохого конца. Ничего со мной не происходит. И отпусти меня, наконец!» И, оттолкнув от себя наглого Учиху, Нарука уже направилась к двери, как вдруг парень снова прижал ее к стене. «Я же вижу узумуки!» «Ты что, боишься?» Предположение было сказано с ухмылкой. Заркнув на обнаглевшего Учиху, блондинка ответила «Нет». «У меня плохое предчувствие». «Вот и все. Тогда откажись. Не могу. Откажусь я, вы тоже не будете принимать участие. Я уйду только тогда, когда попадется шанс уйти мне одной. Ну уж. Нет. Если уйдешь ты, мы тоже последуем за тобой. Не уверена, что ты этого хочешь». Опять оттолкнув от себя Учиху, Нарука подождала, пока придет Сакура, и все вместе они пошли на экзамен. У дверей их ждал Какаши Сенсей. Он был уверен, что все трое пойдут на экзамен, но семена сомнения все еще оставались. Когда Гинины вошли, они удивленно рассматривали каждого встречного. В итоге они поняли, что здесь сильные противники. Спустя минуту к ним стали подгребать их сокурсники. Маленький перепалка с Кибой, приветствие с очень хорошей девочкой Хинутой и парой разговарившей Камару Чоуджи. Внезапно к ним подошел парень старше их на пару лет. Он носил очки и все время поправлял их. У него тоже были пепельного цвета волосы. Вот только ни Саски, ни Сакура не заметили ничего подозрительного в этом парне. А вот инстинкт самосохранения заставил на руку машинально отстраниться от парня и недоверчиво на него посмотреть. Даже курами он не нравился. А парень, которого звали Кабута, заметив это, попытался как-то изменить о себе первое впечатление. Протянув руку, он сказал, не стоит меня бояться. Меня зовут Кабута, просто первый раз на руку не слышал его имени. Сглотнув и переборов странное чувство, Узумаки протянула руку в ответ и проговорила «на рука». Коснувшись руки нового знакомого, девочка вздрогнула. Такая холодная. Курама, как бы мстя, пропустил через руку своего джинчурики чакру, которая слегка обожгла ладонь Кабута. Когда тот с тихим шипением отстранился, Курама радостно сказал «на тебе». Будешь знать, как выглядеть таким подозрительным. А ты, на руку, будь с ним осторожнее. На руку незаметно кивнула, и в этот момент начался первый этап экзамена. Первый этап был письменным, и беке-экзаменатор сумел надавить на психику детей, и те, уже осторожно оглядываясь, списывали кто как мог. Многих уже выгнали, и на руку уже откровенно паниковала. А ведь это был только первый этап. В душе она уже копала себе могилку и писала завещание. Сглотнув, Узумаки глубоко вдохнула и выдохнула. Курама пытался помочь ей расслабиться, так, успокойся. Если ты осторожно, не поддаваясь панике, начнешь списывать, тебя не заметят. Слово подействовали на на руку. Она уже концентрировала чакру в глазах. Открыв их, девочка стала искать тех, кто уже писал тест. Найдя такого человека, блондинка стала спокойно списывать. Благодаря глазам Рогога на руку спокойно написал тест и уже сидела в ожидании последнего вопроса. Когда подошло время последнего вопроса, Ибеки снова запугал всех. Даже на руку слегка испугалась, но Курама и два товарища позади придали ей силы. Не заморачиваясь, девочка вернула уверенность всем тем, кто остался в зале. Второй этап проходил в лесу смерти. Все те, кто прошел первый этап, почти дрожали, видя, где им придется проходить второй этап. На руку нервно сглотнула, понимая, что чувство, которое преследовало ее еще вначале, только усилилось. От этого действительно стало страшно. Страшно за тех, кто был рядом. Ведь, если она сейчас им все скажет, они ее даже не послушают. Поэтому Узума кистаически терпела чувство опасности. Когда Анка, их второй экзаменатор, закончила с объяснениями, она выдала им какие-то бумажки и объяснила, что с ними делать. На руку, взяв бумажку, внимательно рассмотрела ее и, переведя взгляд на своих товарищей, скрипя сердце, подписала соглашение. После всем выдали свитки. Одной группе свиток неба, другой свиток земли. Спустя еще минуту ворота открылись, и все команды тут же ринулись в лес смерти. Отбежав от начала на довольно большое расстояние, команда номер семь остановилась, чтобы разработать план. Облокотившись на дерево, на руку нервно оглянулась. Ее не покидало чувство, что за ними кто-то следует. Это заметил Саски и спросил, что такое, на рука. Нет, ничего. Но, на самом деле, все внутри рвалось и металось. Казалось, отвернись, и этот кто-то накинется на тебя сзади. Даже Курама что-то чувствовал, поэтому тихо сказал, не нравится мне это. На руку попыталась отвлечься, но не помогло. Что-то склизкое было в кустах и при каждом неосторожном движении вызывало подозрение у блондинки. Пока Саски рассказывал план действий, у Зумаки старалась прислушиваться к каждому шороху. А я с ее острым слухом это было не проблемой. Но спустя минут пять на руку поняла, что ничего не слышит и не услышит, поэтому, забыв об осторожности, стала вслушиваться в слова своего товарища. Вскоре они уже двигались в неизвестном направлении в надежде, что им повстречаются противники с другим свитком. Но, никого не повстречав, они снова остановились, дабы отдохнуть. И пока Саски думал, куда им идти дальше, на руку встала и направилась куда-то, при этом сказав, я ненадолго отойду. Никто не ответил, но у Зумаки уже была уверена, что за ними кто-то следует. И она решила узнать, кто же это. На руку, интересно, кто же Такьи расследует за нами? Отойдя от Саски Сакуры на достаточное расстояние, я сложила печати и негромко произнесла глаза Эрагога. Как я и думала, неподалеку от Саски Сакуры стоит мужчина с какой-то странной чекурой. Кто он такой? Внезапно он исчез. Просто исчез. Убрав технику, я хотела вернуться, как вдруг что-то обвило мою тарю, и в следующую минуту я уже оказалась в пасти змея. Что за хрень? Она стала меня глотать, вот только это не входило в мои планы. Быть проглоченной огромной змеей. Закрыв глаза, я стала быстро прокручивать варианты побега из этой змеи. И придумала только одно. Сложив печати, я стала создавать клонов. Все больше и больше, и, наконец, они разорвали змею. Благополучно приземлившись, я ринулась к Саске с Сакурой. То, что они оказались на ветках дерева меня не удивило, и, запрыгнув чуть выше их, я использовала глаза Эрагога и стала искать своих друзей. И нашла. Вот только я не успела даже вскрикнуть, когда шея того мужчины удлинилась и он вонзил свои клыки прямо в плечо Саске. Внутри все похолодело. Тело само кинулось, и злость на этого странного типа затопила меня. Кинув в него три сюрикена, я отвлекла его от Саске, взяв его за руку, оставила на Сакуру, которая была в почти бессознательном состоянии. Теперь мой взгляд был устремлен на этого странного шиноби, который, похоже, следовал за нами с самого начала второго этапа. И вытащив куны, я зло спросила, что ты сделал с Саске. Тот только гадко ухмыльнулся, и я, не выдержав, кинула в него куны и почти прорычала, что ты с ним сделал. Злость закипала все больше, но я старалась не терять контроля. Когда я смогла разглядеть его следующий шаг, я немедля блокировала его. Увидев удивление в лице своего противника, я быстро воспользовалась этим, немедля сложив печати, я выдохнула большой шар огня. Надеюсь, мне удастся задержать его, пока Сакура уйдет с Саске в безопасное место. Арчимару, поставив проклятую печать Саске-куну, я уже хотел было уйти, но внезапно в меня полетели три сюрикена. Значит, она смогла выбраться. Неплохо. Посмотрев мне в глаза, она грозно спросила, что ты сделал с Саске? Так, это же девятихвостая малышка. Ухмылка расползается по лицу. Не думал, что встречу я ее здесь. Похоже, я разозлил ее еще сильнее. Куны летит в меня, но я легко отпрыгиваю, и та снова повторяет свой вопрос. Что ты с ним сделал? Ух, какие мы злые! Но сейчас ты проиграешь. Быстро появившись сзади, я хотела было ударить ее кунаем, как она блокировала мой удар. Что? Она повернулась ко мне лицом, а я заметно удивился. Эти глаза. Неужели эти глаза те самые? Интересно. Пока я был удивлен, девочка воспользовалась этим. Быстро сложив печати, она направила на меня огненный шар. Да это они. Глаза, в которых пылает вечный огонь. Правда, они еще не усовершенствованы. Но это поправимо. Она интересный экземпляр. Мало того, что она носитель самого сильного биджу, так еще и эти глаза. Что ж, похоже, стоит поставить ей проклятую печать. Хотя нет уверенности, что она придет ко мне, но я хоть попытаюсь. Нельзя отдавать Канохе такую силу. Пока та стояла и переводила дыхание, я воспользовался этим. Приложив ее как следует и, удостоверившись, что она не сможет меня атаковать, я расстегнул ее куртку и немедля укусил за плечо. Та вскрикнула, но спустя минуту попыталась меня оттолкнуть. Поставив ей проклятую печать, я с ухмылкой стала наблюдать, как девятихвостная корчится от боли и держится за то место, куда я ее укусил. Надеюсь, вы оба выживете. Улыбнувшись, я ушел. Это будет очень интересно. На рука, больно. Этот гад сделал со мной то же самое, что и с Саски. Черт, как же это больно. Плечо уже онемело от боли. Из-за всех сил пытаюсь встать, но ничего не получается. Даже дышать больно. Курам встревоженно говорит, черт. Вот же угораздило тебя. Потерпи, сейчас попытаюсь что-нибудь сделать. Вскоре боль стала утихать. Дышать стало легче. Двигаться тоже вроде могу. Подняв руку и удостоверившись, что боль не такая заметная, я встала. Да, боль есть, но не такая сильная. Закрыв глаза, я обратилась к Лису. Спасибо, Курама. Что ты сделал? Подавил его метку своей чкурой. Ты спас мне жизнь. Теперь надо позаботиться о Саске и Сакури. С трудом сделав несколько прыжков, я взяла очиху и Харуна. Так, теперь нужно найти подходящее место. А, вот. Приземлившись у большого дерева, я положила тех двоих под него, а сама без сил упала на землю. Да что же он сделал со мной? С нами? Переведя взгляд на Саске, я подползла к нему и дотронулась до его лба. Черт. Жар. У обоих. Похоже, Сакуру он вырубил с помощью какой-то техники. Интересно, где здесь можно найти речку? Ах да, сейчас попробую. Сложив печати, я создала немного воды. Что ж, думаю этого хватит. Достав из сумки пару бинтов, я смочила их и положила на лбы этих двоих. Перед глазами плывет. Облокотившись от дерева, я проверила у себя температуру. Боже мой. Похоже у нас с Саске одинаковый жар. Монстр. Побочный эффект этой штуковины. Возможно. Но. Я. Не могу. Думать. Монстр. Прочь отсюда. Не приближайся к нам. Почему? Что я такого сделала? За что? Сколько вопросов? А где ответы? Где? Кто я? Ты монстр. Я монстр? Значит, это моя деревня? Жители, которые меня ненавидят. За что? Теплые струйки текут по щекам. Как больно. Мама. Папа. Где же вы? Пожалуйста. Я не хочу всего этого. Пожалуйста, заберите меня. Заберите из этого ада. Где я? Дома? Точно. А это я. Что? Почему я? Нет. Это неправда. Скажите, что это просто страшный сон. Прошу вас, разбудите меня. Это не сон. Что? Господи. Передо мной висела я же, повешенная на люстре. Это неправда. Прилайфда. Нет. Из ванны вышла еще одна я, только с перерезанным горлом, что делало ее речь почти неразличимой. Страшно. Тебе страшно. Страх окутал меня всю. Медленно повернувшись назад, я закричала, но от этого ничего не изменилось. Сзади меня была еще одна я, только из глаз густыми потоками текли ручьи крови. Боже. Почему я? Умоляю. Кто-нибудь. Пожалуйста. Заберите меня отсюда. Иди ко мне. Что это? Чей голос? Повернувшись, я увидела странного мужчину. Длинно-черные волосы, бледная кожа, змеиные желтые глаза. Где я его видела? Хочу спросить одно, но губы сами шепчут, ты заберешь меня из этого ада? Мужчина только кивнул и протянул мне ладонь. Правда? Ты правда сможешь забрать меня из этого ада? Слезы все еще текут из глаз, но только я хочу коснуться руки незнакомца, как повсюду раздается грозный и родной голос. На рука. Вмиг все исчезают. Моя последняя надежда исчезла вместе с этим мужчиной. Пустое больно. Скачив, я стала искать глазами свою квартиру, но ничего такого не было. Я была в лесу. Лес. Точно, лес смерти. Тут же вспоминаю сон, и меня бросает в дрожь. Что это было? Это сработало волей Ары Чумару. Что? Не беспокойся, я смог вытащить тебя из сна до того, как он смог разрушить контроль моей чакры. Да. Молчание. Что это? Почему внутри так? Пусто. Такое ощущение, что он действительно был моим лучком надежды. Почему же именно мое прошлое мне снится? Я давно уже не ребенок, который мог только плакать и звать своих родителей. Но эти слова не приводят меня в надлежащий порядок, и из глаз потекли слезы. Будь ты проклят. Ненавижу тебя. Ненавижу Ары Чумару. Надеюсь, никто не услышит этого. Больше не сдерживаясь, я закричала, давая волю своим чувствам. Утро настало точно так же, как, и кончилась ночь. Незаметно. Наша героиня не спала всю ночь, так как очень боялась повторения сна. Но ночь без сна сделала из девочки сплошной комок нервов. На каждый шорох-то оборачивалась или кидала коной, но спустя минуту понимала, что никого там нет. Саски и Сакура до сих пор не проснулись, и от этого становилось только хуже. Приходилось все время следить и менять повязки, а легкие головокружения иногда мешали. Но Нарука стояла на своем и даже отказалась от предложений Курамы. Тот предлагал ей сон без сна, но страх настолько был велик, что даже это не помогло. А Курама больше не мог смотреть, как мучается его дженчурики и насильно усыпил девочку. Проснувшись от долгого и спасительного сна, девочка вскочила и быстро спросила. «Я что, спала?» «Извини, но мне пришлось тебя усыпить». «Что?» «Не бойся. Ты спала и не видела снов. Ты настолько испугалась, что в первый раз отказалась. Но это было необходимо. Спасибо. Спасибо». Да, сон пошел девочке на пользу. Шорохи не вызывали панику, а уход за Сакурой и Саске стал более тщательным. Но не все было так идеально. Странная штука на плече зверски болела даже через чакру лиса. Казалось, все плечо должно было болеть, но болела именно та часть, куда ее укусили. Оттянув ткань футболки, девочка стала рассматривать странный рисунок в виде маленькой змейки, которая скрутилась в круг, а где-то ближе к голове у нее были маленькие рваные крылышки. И когда этот рисунок появился… Но додумать Узумаки не дал странный голос «Разбуди Саске». Нарука резко встала и, вытащив коной, приготовилась к атаке. Мужчина, что был в середине, еще раз сказал «Разбуди Саске, мы хотим вызвать его на бой». Кинув ночью встревоженный взгляд, девочка произнесла «Нет». Хм, какая упрямая. Внезапно пришла безумная мысль спросить этих троих про Арачимару. Что Арачимару сделал с Саске? Про себя Нарука решила не упоминать. Все трое удивленно посмотрели на девочку, а после они все замолчали, явно что-то обдумывая. В итоге никакие разговоры не помогли и все трое стали нападать на Узумаки. Силы были неравны, и вот уже Нарука сидит на коленях и морщится от боли. Девушка из троицы схватила ее за волосы и больно тянула на себя. Тот, что был в середине, не двигался, а еще один пошел на Саске с Кунаем. Была мысль использовать чакру Курамы, но при каждой такой попытке плеча взрывалась новая порция боли. В итоге Нарука оставалось только глотать слезы от бессилия. Но, неожиданно поняв, что другого выхода нет, тогда стала Кунаем. Оноязвительное замечание девушки резко провела острым лезвием по своим волосам. Девушка тут же отскочила и сбросила уже ненужные волосы. Резиночки слетели, распуская короткие и неосторожно стриженные волосы. Узумаки встала, больше немедля, использовала глаза Эрагога. Узнав, в чем владеет ее противник, девочка быстро сложила печати, и в следующую минуту руку парню чуть не отрезала. В следующую секунду три огненных шара полетели в троицу. Отпрыгнув от атаки, тот, что в середине, победно ухмыльнулся, как вдруг почувствовал сильный болезненный удар. Нарука смогла ударить его ногой по ребрам, да так, что послышался противный хруст. Но атаку другого парня девочка не заметила и снова оказалась на земле. Следующая атака заставила девочку закричать от боли. Из правого уха тоненькой струйкой потекла кровь. Но девочка не хотела сдаваться. С трудом встав, Нарука снова вытащила кун и понеслась в атаку. Уже в одном шаге от противника ухо снова отозвалось болью, а странная штука снова стала пульсировать, словно прося активировать ее. Но, вопреки боли в ухе и пульсации рисунка, девочка снова поднялась, но ей тут же схватили за горло, что-то говоря. Занеся руку, парень решил покончить с Узумки одним ударом, как вдруг. Саски, жарко. Такая жара. Интересно, где я? Точно, вспоминаю. Мы были на экзамене. Потом Нарука куда-то ушла, а после... Потом темнота, сопровождающаяся болью. Интересно, что она сейчас делает? Наверное, в панике пытается что-нибудь сделать. Хи-хи. Глупо, она уже не та. Везде темно и жарко. Что это? Крики. Нет, это Нарука. Что с ней? Слегка приоткрываю глаза и вижу, как Нарука сидит и, крича, плачет. Что с ней произошло? Не могу больше думать. Глаза сами закрываются. Снова звуки извне. Черт, дайте поспать. Что я им должен? Нарука, куда ты лезешь? Разбуди меня. Черт. Больше не было диалогов, только звуки взрывов и крики боли. А кричала именно Узумуки. Но вот последний писк, и все утихло. Ничего не было слышно. Эй, только не говорите мне, что Узумуки уже все. Раздаются противный голос какого-то парня. Разбуди, Саски, и мы тебя не тронем. Не глупи, дура. Слушай то, что он говорит. Тебе же дороже. Сама ведь говорила, что не хочешь проходить этот чертов экзамен. Спустя минуту раздается хриплый голос Узумуки. Нет. Дуреха. Хотя, я бы, наверное, тоже и так сказал. Но если сейчас этого парня никто не остановит, Нарука может пострадать. Ну уж. Нет. Вставай. Поднимайся. Ты сама выбрала я свою смерть. Умри. Ну уж. Нет. Только не ее. И не сейчас. Что это? Сила. По мне течет невероятная сила. Открываю глаза и медленно встаю. Так, рядом лежит Сакура. Значит, Нарука где-то в стороне от меня. Повернувшись, я встал и незаметно для самого себя уже отбросил того парня от Нарука. Подхватив ту, я стал разглядывать ее. Вся побитая, измученная, из правого уха текла кровь, волосы были неаккуратно стрижены. Видно, они повеселились с ней. Поставив ее на землю, я спросил, Нарука, кто это сделал? Она не отвечала, видно, была в шоке. Ну, меня это не волнует. Главное, что они тронули ее. Спустя минуту выступает какой-то паренек, ну, типа мы ее так разукрасили. И что ты нам сделаешь? Значит, вы все. Ну что ж, вам же хуже. Незамедлительно приблизившись к тому, что выскочил, я ударил его по лицу, и пока тот еще был в полете, я схватил его за руки и стал заламывать их. Улыбка исказила мое лицо. Какая сила. Пока я восхищался своей силой, я успел сломать одну руку этому парню. Так, теперь вторая рука. Первую я тебе сломал зато, что ты посмел тронуть Узумаки, а вторую я тебе сломаю зато, что ты недооценил своего противника. Но внезапно меня сзади кто-то обнимает. Слегка повернувшись, я заметил, как Нарука, дрожа всем телом, прижимается ко мне, и тихий шепот срывается с ее губ. Хватит, Саски. Руки сами отпускают моего противника, а сила начинает угасать. Слабость накатила на меня с новой силой, не сумеев удержаться на ногах, я упал, но был бережно подхвачен Узумаки. Нарука, я быстро подхватила падающего Учиху, и дрожь стала проходить. Эта сила была ужасающей. И это точно сила Рачимару. Страх стал проходить, а тот парень, что пострадал, зло смотрел то на меня, то на Саски. Либо они снова нападут, и нам останется уповать только на чудо, или уйдут. Как я и предполагала, тот, что был посередине, уже достал конный, но тут же от моего взгляда он издрогнул. Что я сделала? Я изменил твой цвет глаз, ответил Курама. Спасибо. Троица о чем-то проговорила, и девушка, несколько раз раздраженно огрызнувшись на главаря, все же вытащила свиток и, отвернувшись, бросила мне. Ловко поймав, я посмотрела на него и сверила с нашим. Небо и земля. Забрав своего напарника, троица исчезла, и я смогла облегченно вздохнуть. Теперь надо бы привести в сознание Сакуру и подлечить Саски. Хотя, самой тоже надо бы подлечиться. Порывшись в сумке, я нашла только пару бинтов. Вздохнув, я посмотрела на Саски и поняла, что ему только бы слегка раны промыть водой и все будет более-менее, а вот я и Сакура. Встав, я помогла Саске встать и, усадив его возле тазика с водой, стала аккуратно протирать раны. Саски внимательно следил за мной. Я же молчала. То, что произошло, заставляло меня молчать. Хотя очень хотелось все рассказать. Сказать, как сильно я боюсь за него. Если мне помогает чакра Курамы, то Саске некому помочь. Сглотнув, я спросила, плечо болит? Нет. Хорошо. И снова молчание. Хотелось спросить, зачем он поддался этой силе, но я не смогла. Ухо снова отозвалось боль и, скривившись, я дотронулась до теплой струйки. Черт. Закончив Саски, я встала и пошла к Сакури. Увидев, что Харуна уже проснулась, я свободно выдохнула. Что ж, осталось только добраться до башни, и мы пройдем второй этап. Сев на землю, я спросила Сакуру. Сакура, как ты? Та только сейчас обратила на меня внимание, и, видно, испугавшись, кинулась ко мне. О боже! Наруко, где тебя так? Так получилось. Измученная улыбкой я попыталась успокоить Сакуру. Встав, я сказала, у нас есть два свитка, так что идем к башне. Наруко, хватит геройствовать. Ты на себя посмотри. На тебе живого места. Нет. Я спасала твою жизнь, Учха. Саски вскочил и, подойдя ко мне, сказал, я тебя об этом не просил. Да ни за что, Учха. И, оттолкнув парня, я запрыгнула на ветку. Те последовали за мной. Что ж, на мне все равно быстро все заживает. Неизвестно, сколько прошло часов, но команда номер семь устала, поэтому они устроились на отдых возле речки. Наруко хотела пойти наловить рыбы, но Саски с Сакурой заставили ту сидеть и отдыхать, так как раны еще не полностью залечились. Когда Наруко осталась одна, она даже сама не заметила, как уснула. Но, увы, поспать не удалось, так как какой-то странный голос ее разбудил. Открыв глаза, она посмотрела в сторону и попыталась встать. Не дала рука Сакурой. На удивление, раны больше не болели, и, посмотрев на того незнакомца, что разговаривал с Саски, Наруко удивленно сказала, как будто... А, Наруко, ты очнулась. Я перевязал твои раны, так что в скором времени ты будешь как новая. Спасибо. Пока Саски что-то обсуждал с Кабуто, Хару накрутилась вокруг узумаки, иногда снимая с олба повязку. Вскоре та уже чувствовала себя нормально и слушала план действий. Странно, но сейчас Кабуто казался им неподозрительным. Благодаря этому парню они смогли спокойно добраться до башни. Но Кабуто быстро ушел к своей команде, при этом как-то странно посмотрев на Наруко и Саски. Но те не обратили на это внимания. Внутри они решили развернуть свитки. Появился Ируко и начал им что-то объяснять, но Наруко откровенно не слушал его. Сейчас она ощущала себя как в тумане. Либо сказывалась усталость, либо что-то не то было в оказании первой помощи Кабуто. В итоге второй этап они прошли успешно, но решили провести отборочный тур. Конечно, Наруко с Саски надо было немедля покинуть поле боя, тем более что узумаки так и хотела. Но сейчас желание покинуть экзамен, когда они зашли так далеко, пропало, и Сакура встревоженно произнесла Наруко, тебе следует уйти. Нет, упрямо прошептала Наруко и схватилась за плечо. Сакура же не отставала и, уже подняв руку, хотела сообщить про состояние узумаки. Но та немедля зажала ее рот и опустила руку. Последовал сдавленный шепот. Не надо. В итоге всем сказали пойти на трибуны и остаться только тем, кто должен сейчас драться. А этими двумя оказались Саски и парень из команды Кабуто. Наруко старалась не поддаваться сну и слабости и смотреть поединок, но что-то так и намеревалась закрыть глаза девочке и противным голосом прошептать «Ну же, поспи чуток», но упрямо узумаки смотрела поединок, и когда Саски победил, искренне порадовалась за него и внезапно почувствовала на себе чей-то взгляд. Этот взгляд был таким непривычным. Не ненавистный, а заинтригованный, что ли? В общем девочке из этого стало не по себе и, слегка поежившись, она стала всматриваться в табло. На нем высветились желтые буквы, которые гласили «Узумаки на руку против инузы Кикибы». Вздохнув, девочка спрыгнула на арену и уверенным шагом направилась к Кибе. И снова этот взгляд. Взгляд, который переполнен жаждой обладать силой. От этого по телу пробежало стадо мурашек. Киба расценил это по-своему и поэтому подколол девочку, что «Боишься? Сдавайся и я, так уж и быть, не стану на тебя нападать». Ему весело тявкнула Камару, но внезапно на руку произнесла почти загробным голосом «Заткнись!» И шавку свою ими. Киба вздрогнул от такого голоса. Сейчас прямо перед ним стояла не та дурочка Узумаки. Она словно выросла, но не внешне. Короткие волосы колыхались от каждого движения. Руки больно стискивались в кулаки. Когда им сказали начинать, на руку сорвалась с места. Она с какой-то странной ненавистью в глазах атаковала Кибу, не давая даже шанса одуматься или сложить печати. И Нузука совсем не узнавал эту девчонку, всегда веселую, милую, добрую. Сейчас это была точная противоположность на руку. Глаза пылали ненавистью, будто все жители до сих пор продолжали называть ее монстром и с испугом убегать от нее. Сейчас она вымещала всю ненависть, которая скопилась за все те годы, когда никто не верил в нее. Наконец, прекратив избивать своего противника, девочка не заметила, как истратила почти всю свою чакру, и тогда отозвалась боль и печать Рачимару. Рисунок в виде змейки с крылышками тут же ужил и стал обретать реальные размеры. Хвост обвел талию девочки, оставив лежать свой кончик в пупке, крылья удобно расположились на спине, раскрываясь, шею девочки обвела змея, раскрыв пасть, осталась на щеке на руку. Почувствовав нереальную силу, та снова бросилась на своего противника. Она избивала его настолько сильно, насколько это было вообще возможно. Странный мужской голос все время нашептывал ей, что делать. Он говорил, чтобы та не сдерживалась, выплеснула всю боль, все обиды. Все, что накопилось за все годы выместить на своем противнике, представляя каждого жителя на месте его. А садов уже бессильного парня, на руку принялась бить его кулаком по лицу, стараясь стереть его лицо совсем. Она даже не услышала голос того парня и продолжила как в забытье избивать бедного кибул. Но вскоре та не смогла даже шевельнуть рукой и зло посмотрела на остановившего ей человека, намереваясь его так же разукрасить. Этим кем-то оказался слегка шокирован на какаши, и на руку стала медленно приходить в себя. Покачнувшись, девочка оглядела арену и, заметив на полу жутко избитого кибо, чуть ли не кинулась к нему за помощью. Внезапно у Зумаки стала вспоминать, что это она сделала, что она вела себя как безумец. Что она повелась на проклятую метку. Поняв, что все это видели, она тут же вырвалась из рук учителя и убежала в уборную. Там она могла спокойно позлиться на себя. Там она могла спокойно ненавидеть Рочмару за то, что он сделал с ней. Ненависть сжигла все внутри. Было нереально больно смотреть на бедного кибу. И снова этот взгляд. Взгляд пронзающих желтых змейных глаз. Остановившись на секунду, девочка со всей ненавистью посмотрела в глаза Рочмару и снова кинулась, дабы сбежать с арены. На руку, забежав в уборную, я тут же сполоснула лицо. Тяжело дыша, я пыталась понять, как такое произошло. Почему я отреагировала на метку? Ведь Курама должен. Кабуто. Ах, этот очкарик недодеванный. Значит, как новая. Да чтоб тебя. Со всей силой я ударила кулаком о стену возле зеркала. Ненависть переполняла меня. Значит, все было подстроено с самого начала. Пока я буравила взглядом свое отражение, мне показалось, будто вместо злости там появилось недавнее безумие. Отскочив от зеркала и забившись куда подальше, я стала усиленно думать, что мне делать. Появиться там? Нет, не выход. Я только избавилась от ненависти в глазах жителей, а что теперь? Теперь их будет охватывать страх, и мне от этого будет хуже. Слезы потекли по щекам. Даже Саски не использовал эту проклятую метку. Я такая слабая. Я не хочу так жить. Не говори так. Курама? Прости, это я виноват. Ты ни в чем не виноват. Ты ведь не мог. Мог. Когда ты спала, этот очкарик ослабил контроль моей чакры над меткой. Уже ничего не изменить. Ты права. Да, было горестно осознавать, что нас обвели вокруг пальца. Более-менее успокоившись, я продолжала сидеть на полу, обняв свои коленки. Внезапно кто-то зашел в уборную и положил на мое плечо ладонь. И подняв заплаканные глаза, я увидела какаши сенсии. Ну вот. Отвернувшись, я заметно погрустнела. Стыдно что ли? А из чего вдруг? Зато, что смогла заинтересовать этого змеиного гада? Какаши сел на корточке возле меня и спросил, что произошло в лесу. Минута молчания. Я думаю, рассказывать ему или не надо. Сказать, что случайно сорвалась на кибе. Нет, думаю, своему учителю можно все рассказать. Арчимару на нас напал. Он поставил эту метку сначала Саске, а потом мне. Сначала было жутко больно, но Курама смог подавить ее своей чкурой. И почему же метка сработала? Когда мы были сетбашни в нескольких часах ходьбы, нам повстречался Кабута, и он меня слегка подлечил. Я никуда отсюда не выйду, уже умыло сказала я, показывая свои твердые намерения никуда не выходить. Какаши сенсии вздохнул и, оттянув край футболки, посмотрел на маленькую змейку. Услышав негромкое, но емкое час от часу не легче, я вся сжалась. Но почему все беды мира ложатся на мои плечи? Сначала потеря родителей и взросление в ненависти и злобе, потом вроде все уладилось, но... Нет. Обязательно нужно было сделать так, чтобы этот мирок разрушился. Эта метка теперь как клеймо на мне. Так и хочется взять и вырезать ее. Но, конечно, это ничего не даст. Ничего. Совершенно. Злость накатывает снова. Боже, да успокойся ты. Ты обычная, веселая девочка, которая, несмотря на все тяготы, выросла с добрым и всепрощающим сердцем. Ты должна каждый день встречать лучезарной улыбкой, показывая всем, что ты обычный и нормальный ребенок. Вот только сейчас эти слова совсем не поднимают мне настроение. Совсем. Вздохнув, я встала и пошла за какаши с энсеем. Вот только он повел меня не к трибунам, а куда-то в другую сторону. Вскоре я уже проходила обследование в госпитале. Несмотря на все мои протесты, мне пришлось терпеливо сидеть и ждать, пока медсестра закончит осмотр и начнет делать еще что-то. Потом она попросила меня чуть склонить голову набок, открывая доступ к проклятой метке. Что она там с ней делала, мне было неинтересно. Спустя некоторое время она закончила и, что-то сказав, какаши с энсея ушла. Учитель подошел ко мне и что-то сказал. Я тупо смотрела на него и пыталась вникнуть в смысл его слов. Хотя одно я поняла, мне придется некоторое время вообще не пользоваться чакрой, пока чакра курама не восстановится и снова не возьмет метку под контроль. В итоге какаши сказал, что отмажет меня, а меня самой отправил гулять по улицам Канохи. Сказать, что я была рада ничего не сказать. Мне было хорошо ходить по улицам, не ощущая никаких взглядов в спину. Ветерок трепал волосы, а солнце грело лицо. Может, пойти на горячие источники? А что, неплохая идея. Только я хотела зайти, как услышала такой, знаете, пошлый хохот, от которого мне стало не по себе. Посмотрев в сторону, я пошла на смех и увидела мужчину с белыми волосами, собранными в хвост. Удивленно посмотрев на мужчину, я подошла и сказала так громко, чтобы девушки в душевой услышали. «Дяденька, они староваты выдали такого». Дяденька подскочил на месте, и с душевой стали доноситься возгласы женщин. Тот запаниковал, а мне это принесло море удовольствия. Было прикольно смотреть, как мужчина в панике пытался что-то придумать, иногда поглядывая на меня. Но потом тот исчез с хлопком. Усмехнувшись, я решила поискать его. Конечно, без глаз ирогога было сложнее, но зато и интереснее. В итоге я нашла предмет своего веселья, тихо подойдя сзади, прошептала ему на ухо «Нашла». Мужчина опять подпрыгнул, оглядываясь по сторонам так, будто у него там спрятан томик порнушки. А я откровенно ржала над реакцией у Беловолосого. «Все же есть в мире такие смешные люди». Когда тот понял, что я его наколола, мужчина повернулся и хотел было что-то сказать, но в итоге просто удивленно посмотрел на меня. Я же, прекратив смеяться, тоже посмотрела на мужчину. Интересно, я его здесь не видела раньше. Спустя минуту я представилась на рука. Узумаки на рука. На рука. М. Я Джирайя. Казалось, мужчина меня уже где-то увидел. И знал, раз уж так отреагировал. «Неужели твой крестный пожаловал?» «Крестный?» «А я тебе не сказал. Твой отец был учеником у Джирайя». Услышав сию новость, я тут же вскочила и немедля спросила. «Так ты тренировал моего отца?» «Откуда?» «Вы только не пугайтесь, но мне Курама сказал». «Курама? А кто это?» Я хитро улыбнулась и сказала «Это лис». Похоже, он понял все по одному лишь слову «лис». В следующую минуту на его лице отразилось только эмоций. Боже, это надо было видеть. На этот раз я улыбалась. Улыбалась настоящей и искренней улыбкой. Впервые за все годы моей жизни я была счастлива. Счастлива, что у меня все же есть родной человек. Пускай мои не родственники, но он мой крестный, а это уже что-то значит. Вскоре мы с ним уединились, то есть пошли к водопаду, и там просто разговаривали. Там я все ему рассказал. Про свою нелегкую жизнь, про то, что пыталась сделать с собой, про Кураму, который спас меня и стал моим первым другом, про Учиху, который меня то бесит, то заставляет сам и защищать, про экзамены, про Рачимару, и про клятую метку. На метке я замолчала. Снова злоба захватила меня с головой. Но позлиться на Змейного Сыня на мне не дал мой крестный. Нежные объятия шепут о том, что все хорошо, и я обязательно справляюсь с этим. Сидя сейчас возле него, мне стало тепло. Так хорошо мне не было никогда. Ненависть и злость пропали. Курама как-то сказал мне, что у меня слишком доброе сердце, увы, оно не сможет ненавидеть долго и вечно. А я верю своему другу. Но теперь у меня есть тот, кто принял меня такой, которой я являюсь. Улыбка сама появляется на губах. Весь следующий месяц Нарук тренировалась со своим крестным. Чакра Курамы, наконец, восстановилась и хорошо сдерживала проклятую метку, поэтому девочка спокойно тратила чакру на новую технику, которую изучал ее отец. Она тратила все время на тренировку и даже забывала спать и есть. А Джирайя был доволен. Он все никак не мог вернуться в деревню, чтобы повидать дочь своего ученика. И если совсем честно, он слегка боялся, что девочка вырастет не такой жизнерадостной, но все оказалось не так уж и плохо. В ней есть любовь к жизни, пусть и глубоко внутри все еще сидит осадок от ненависти к ней и от Арчимару. Когда мужчина услышал про проклятую метку, он решил, что во что бы то ни стало не позволить своей крестнице уйти из деревни. Пусть он хоть изведется, вырвет все волосы на голове или продолжит издеваться над девочкой, но Джирайя не допустит, чтобы та сдалась так быстро. Ведь если такое случится, Мината никогда не простит его и даже умирать не захочется. Но вопреки всему, Узумуки нормально осваивала новую технику и в один день весело подбежала к Сынину и с улыбкой сказала, «Эй, Джирайя, пошли я тебе покажу свои успехи». Тот, смотря на улыбку девочки, сам улыбнулся и пошел за блондинкой. Остановившись, девочка сначала сконцентрировала чакру в руке, а после стал появляться шар из чакры, который крутился в два раза быстрее и был больше, чем у Джирайя. Узумуки использовал рассинган на одном дереве, и спустя минуту от дерева осталась только верхушка и корень, который был в земле. Жабий Сынин улыбался, отмечая, что девочка быстро научилась такой технике, у нее даже мощь возросла. Потрепав ту по волосам, Джирайя достал большой свиток и, развернув, сказал, «Сейчас я хочу обучить тебя технике призыва. Сейчас ты кровью напишешь свое имя и оставишь след своих пальцев». Девочка только хотела написать свое имя, как вдруг исчезла. «На рука, интересно, куда я падаю?» Я подписала договор с жабьим кланом, но тогда почему я падаю? И куда? Внезапно я приземлилась на что-то мягко и медленно скатилась вниз на землю. Не совсем понимая, где я, я стала осматриваться. Высокие деревья, большущие водопады и два лиса. Они оба смотрели на меня, и один из них сказал на человеческом языке, «Ну, ты, конечно, молочина. Какого ты вызвал человека?» Тот, что сидел на задних лапах, виноватый улыбнулся и произнес «Упс!» «Я тебе сейчас покажу твой упс!» «Ты какого лешего такой придурок!» «Можно подумать, я единственный, кто не может запомнить печати!» «Да нет!» «Ты единственный, кто не может даже нормально назвать технику!» «Правильно!» «Ррррр!» «Грррр!» «Меня благополучно забыли!» «Ясно одно я в жопе!» «Если меня еще не удивляет, что лисы разговаривают, то это не значит, что можно тупо про меня забыть и крысть друг другу бока!» Пока я пыталась хоть как-то до них докричаться, на ум пришла идея. Конечно, после трехминутного игнорирования мы вместе с Курамой крикнули на них «А ну заткнитесь!» Оба подскочили и упали на свои пятые точки, удивленно таращась на меня. Я же, тяжело дыша, наконец, успокоилась и спросила «Ну и что мне делать?» «Не знаю». «Ага!» «Я не знаю». Повернувшись, я сама подскочила и больно упала на свою пятую точку. Возле меня стоял Курама, конечно, не во весь свой рост, но было видно девять хвостов и два красных глаза, которые прямо с головой его выдавали. Запинаюсь, я произнесла «Курама!» «Что?» Наконец, он рассмотрел сам себя и, похоже, понял, где мы оказались. Те двое как-то восхищенно смотрели на Кураму и спустя тридцать минут произнесли ошарашенными голосами «Курама сама!» Лис от такого заявления слегка поморщился и сдержался, чтобы не заорать, когда эти двое накинулись на него, рассматривая, прижимаясь или что-то еще похуже того, что я представила. Вскоре они потащили куда-то Кураму, а меня снова забыли. Вздохнув, я встала, и тут же меня кто-то схватил за шкирку и куда-то потащил. «Чувствую, будет весело!» «Пустите, изверги!» Кричал Курама, вцепившись когтями в землю. Те двое лис оттянули бедного девятихвостого за задние лапы. Я же безучастно оставалась в стороне. Честно Курама отказывался войти в храм, и ни под каким предлогом не соглашался заходить. Кстати, этих двоих зовут Акира и Кири. Акира светлый серый лис с зелеными глазами. Он оказывается старший брат Кири. Кири темно-коричневый лис с белыми глазами. Он именно тот, кто призвал меня по ошибке, перепутав технику призыва и технику огня. Интересно, это возможно? Ну, так вот. Кью-Би продолжал упрямо пытаться выбраться из цепких захватов двух братьев лисов, а я продолжала с улыбкой наблюдать. Взглянув на меня, лис прошипел, «Ты хоть помоги, что ли?» «Не-а! Мне интересно, чем все это закончится?» Тот лишь рыкнул на меня, и вдруг его, как и тех двоих, засосало внутрь храма. Я тут же вскочила и зашла в храм. На полу лежал кубок, состоящий из трех разных лисов, а где-то чуть дальше их сидел большущий лис. Весь он был какого-то бордового цвета с темно-рыжей грудкой и ушами, а возле глаз были стрелочки, лапы были темно-бордовыми. На шее висела толстая веревка с четырьмя кисточками и четырьмя тонкими листочками в лесенку. У него был какой-то грозный взгляд желтых глаз. Сглотнув, я тихо подошла к курами и стала расталкивать его. В итоге, когда кубок, наконец, разъединился в три разных существа, они тут же сели в шеренгу. Ну а мне оставалось просто встать рядом с Кьюби. Лис, тот, что сидел впереди нас, стал отчитывать двух братьев, а Кира. «Кири! Сколько раз я вам говорил, чтобы вы вели себя подобающе!» «Прости, отец!» — хором ответили братья, и я слегка удивилась. «Он их отец!» «Да ну! Не похоже ведь!» Взгляд перевелся на Кураму, который смотрел на лиса как на последнего урода. Минута молчания. Буравят друг друга взглядами. Тяжкий вздох. «Ладно. С тобой потом!» Кураму еле слышно прошипел «Вот старый хрыч!» Но вот его взгляд переместился на меня. Опять молчание. Это у него идет мысленный процесс. Подождав еще три минутки он, наконец, спросил «А ты еще кто?» Я хотела ответить, но меня опередила Кира. А это Кири ее призвал. Случайно. Кстати, она и привела Кураму сама сюда. Интересно. Ладно, послушаем тебя. Для начала, кто ты? Ну, зовут меня Узумаки Нарука. Четырнадцать лет. Живу в Канохе. Отец имена Тинамикадзе, мать Кушина Узумаки. А еще я Джинчурики Курамы. И, указав на все еще дующего девятихвостого, я заставила главного задуматься. Спустя минуту тот расплылся в улыбке и как-то весело произнес «А». Так ты и есть та, что приручила этого дикого. Ну, тогда располагайся. Гостем будешь. У нас не так уж и часто люди-то появляются. Редкость, сама понимаешь. А он оказался не настолько уж и грозным. Даже милый. Курама недовольно огрызнулся, захлопнись уже, старпер. Я уже подумала, что главное разозлиться и все капут. Но... нет. Он только рассмеялся на весь храм и сказал «Вижу, манеры твои не изменились совсем». Кстати, как вы тут оказались? Куби, фыркнув, отвернулся, я же любезно объяснила. Ну, я тренировалась со своим крестным, и он предложил мне подписать договор с жабьим племенем. И когда я уже подписалась, меня призвал ваш сын. А? Ну ладно. Я отправлю тебя назад, если хочешь, но хочу тебе кое-что предложить. И что же? Он меня заинтересовал. Я вся во внимании. Похоже, это заметил главный и с улыбкой продолжил «Ты можешь заключить договор с нашим племенем». С вашим? Да. После того, как Курама напал на Канаху, наши племя стали бояться, и теперь в основном заключают договор только со змеями, жабами и слезняками. Ну, так что? Согласна. Я задумалась. Конечно, это отличная идея, но как отреагирует Джирайя? Надеюсь, он не будет меня сильно ругать за такой выбор. Улыбнувшись, я ответила «Я согласна». Лис расплылся в улыбке и вскоре ко мне подбежал лисенок. В зубах он держал ремень, а сзади волочился большой свиток наподобие того, который был у Джирайя. Развернув свиток, я подписала свое имя и оставила отпечаток своих пальцев. Потом главный, наконец, представился и отправил меня обратно в мой мир. Курама исчез вместе со мной. Приземлившись возле самого носа отшельника, девочка слегка вскрикнула от боли, а сам мужчина подскочил и, держась за сердце, ошарашенно смотрел на крестницу. Спустя минут десять Сынин спросил «Ты где была?». Потируя все еще ноющую пятую точку, девочка ответила «М». Меня призвал лис из лисьего племени. «Что?» «Да не волнуйся ты так. Кстати, ты не будешь меня ругать, если я скажу, что заключила с лисьим племенем договор?» Мужчина задумался и все же ответил «Да нет». Лисье племя считалось одним из сильнейших, но его быстро позабыли, и оно утратило свою силу. «Так что я не против, тем более это твое решение». Девочка встала и спросила у своего крестного как совершать технику призыва. Тот показал, и вскоре на руку уже вовсю вызывала от лисят до самого атамана лисов. Конечно, у нее также получилось случайно призвать даже Тарасама. Но это была случайность, и Узунки, смущаясь, приносила ему свои извинения. Вот только тот был даже рад, что такая маленькая девочка смогла призвать его. Он потрепал тупо волосам и с хлопком исчез. Джирайя тоже похвалил свою крестницу и предложил немного отдохнуть. Они как раз проходили возле больницы, и на руку тут же вспомнила про Кибул. «Как он там?» Жаби Сынина-то заметила и, похлопав девочку по плечу, ушел, ссылаясь на неотложное дело. А Узунки, быстро избегав за цветами, пошла в больницу. Спросив номер палаты и Нузуки, Таня замедлительно пошла на второй этаж, но уже возле палаты запнулась и засомневалась. «А что?» Она избила бедного парня, поддаваясь внутреннему голосу, «А он ведь ни в чем не виноват». Сердце кольнуло. Сжав букет в руках, девочка смело постучала, ощущая, как сердце замедлило биение. Услышав разрешение войти, девочка вошла, опустив голову вниз. Киба тоже удивился появлению такой персоны и не сразу сообразил, что ответить. Но та сама подошла и, все еще не поднимая глаз, села возле койки и поставила букет в вазу. Спустя минуты Узумаки сказала, «Слушай, Киба, ты прости меня за тот поединок». Это было слишком. «Да чего ты извиняешься?» Какаши Сенси мне все объяснил. Все объяснил. «Ага. То, что ты была под воздействием техники и не соображала, что творишь. Так что тебе ни за что извиняться». Та неожиданно для себя и для парня кинулась ему на шею и стала шептать, «Спасибо тебе, Киба. Я места себе не находила, пока ты был тут. Спасибо огромное». «Да ладно», — ответил парень, краснее. Отстранившись от собачника, девочка снова улыбнулась и стала расспрашивать про его самочувствие. Просидев тогда самого вечера, на руку посмотрела на часы и, попрощавшись с сокурсником, ушла. Она шла по темным улицам, пребывала в хорошем настроении. Она помирилась с Кибой и выучила две новые техники, а завтра будет третий этап экзамена. Тут же вспомнила рассказ Кибу про Хинуту и Нейджи. Хоть Хинута не была ее лучшей подругой, но дружить с ней было хорошо. Она даже узнала, что Хинута хочет измениться и найти свой собственный путь. А в особенности она удивилась, что примером для изменения стала она сама. И ради Хинуты Нарук очень хочет надрать задницу этому Нейджи. Завтра все решится. Настал день экзамена. Нарук она, на удивление, оставалась спокойной. Она даже спокойно умылась, расчесалась, оделась и отправилась на третий этап. По дороге она хотела зайти к Хинуте, но странным образом столкнулась с ней на улице. Сначала они молчали, но потом девушка робко посоветовала Нарукой, «Я хочу. Хочу, чтобы ты отказалась от поединка». И, потупив взгляд, стала ждать ответа. Узумуки ответила, обдумав слово Хьюги, «Извини, Хинута, но нет. Я понимаю, ты беспокоишься, но...» Я отрезала себе волосы в знак того, что я буду защищать своих друзей несмотря ни на что. А про отборочный тур мне рассказал Киба, и теперь у меня твердое намерение надрать ему зад-за то, что он сделал с тобой. «Я не могу просто отказаться и сбежать. Не волнуйся, Хинута». С такими словами девочка побежала навстречу своему противнику. Тому, кто посмел тронуть такую замечательную девочку. Когда третий этап начался, и был объявлен первый поединок, Узумуки дождалась, когда все пройдут на трибуны, потом услышала насмешливый голос брюнета «Еще одна неудачница». «На себя посмотри». «Хм. Ты, как и Хинута сама, веришь в ложь. Людям свойственно мечтать. Свойственно совершать ошибки. И судьбу можно менять своими руками». На такое заявление гений клана Хьюго разозлился и применил Бьякуган. Бой был зрелищным, хотя многие ставили на победу Нейджи. Но когда все тенкицу были выбиты, девочка продолжала вставать, и на заявление Нейджи насчет судьбы ответила. «Даже птица, которая сидит в клетке, будет пытаться выбраться наружу. Человек может изменить свою судьбу, надо только не сдаваться и не жаловаться на жизнь. Не один ты страдал. Не один ты вытерпел много боли и сглатывал много слез. Хинута страдала не меньше тебя. Я страдала не меньше вас. Но никто из нас не сдается. Хинута старается измениться. А ты даже не пытаешься». Девочка, наконец, встала и начала концентрировать чакру. Нейджи ухмылялся до определенного момента, когда вдруг увидел, какая именно чакра концентрируется у девочки внутри. Он испуганно отскочил от блондинки, но та не дала ему даже обдумать план действий. Она мигом оказалась рядом и со всей силой ударила кулаком по лицу. Отлетев от девочки на приличное расстояние, он уже не смог встать. Кулак был пропитан чакрой, и ему вообще повезло, что челюсть не сломали. Нарока же не считала это за победу. Она сделала это, чтобы сменить же, что в мире много боли и многие страдают даже больше, чем он. Она показала ему, что судьба порой невластна над человеком. Чей-то голос произнес победителю Зума Кинарока. Все на трибунах стали аплодировать. Никто не ожидал, что эта неудачница по жизни победит гений клана Хьюга. Улыбнувшись, блондинка просто пошла к своим однокурсникам. Она хотела всем сказать о том, что это не победа. Она просто навела Кагото на правильный путь. Оглядев своих однокурсников взглядом, девочка поняла, что соски нет. Прошли еще боя, и блондинка стала откровенно беспокоиться об учихе. Что с ним случилось, раз так долго не появляется? Вздохнув, Узумаки осмотрела оставшихся. Ее взгляд упал на красноволосого парня. Не зная почему, но девочке этот парень казался родным что ли? Пускай в его глазах и не увидишь ничего, кроме жестокости, но в них также немного плескалось одиночество. Ей это было знакомо. Она вдруг захотела узнать этого парня поближе. Неожиданно голос Курамы в голове четко прояснил ситуацию. Он тоже джинчурики. Что? Да-да. Он носитель однохвостого, моего старого знакомого. Значит, он таков же? Печально это говорить, но да. И, видно, его до сих пор боятся. Печально. Надо бы поговорить с ним как-нибудь. Ага, только давай не сейчас. Ладно. Внезапно слабость накатила на девочку. Вокруг стали падать белые перья. Поняв, что это гендюцу, девочка попыталась развеять ее, но не успела. Упав сперва на колени, а после вовсе завалившись на бок, она закрыла глаза. Очнулась на руках спустя некоторое время. Она приподнялась на локтях и поморщилась. Голова болела и кружилась. Поняв, что для восстановления ей понадобится некоторое время, Узумаки использовала глаза Эрагога. Так, Саски бежит за Гарой, Сакура с Шакамару, неподалеку сражаются Кокоши и Гай. Вздохнув, девочка с трудом встала и пошла в том направлении, где был ее сенсей. Неожиданно кто-то кинул коной, и если бы не все еще активированные глаза Эрагога, то атаки не удалось бы избежать. Повернувшись в сторону, она одним только взглядом заставила парня упасть и лежать парализованным. Странно, но внутри было очень тепло, почти жарко. Добравшись до Сакуры и Шакамару, блондинка спросила, что случилось? А Рачамару напал на деревню. Сакура была растеряна и немного взволнована. Узумаки ощутила злость, но она быстро прошла, и внезапно с Чакрак появилась копия Курамы, и девочка, повернувшись к нему, сказала Курама, следи за поединком на той крыше. Хорошо. Шок на лицах Сакурсников заставил Ту вздохнуть и сказать, потом все объясню. Сейчас надо отправиться за Саски. Зачем? Порой тупость Сакуры убивала на повал, и блондинке пришлось объяснить, потому что его противник не такой, как вы. Он опасен, и будет плохо, если он пробудется. Никто ничего не понял, но было ясно одно, надо спешить, пока Учиха не догнал парня. Кинув последний взгляд на крышу, девочка пустилась за своими друзьями. Конечно, они спешили, но все равно не успели. Тимари, сестра Гары, которая в страхе забилась наверху, встретила их и посоветовала бежать как можно дальше. Нарука, конечно, быстро прервала ее панику. И, если честно, блондинка подумала, что это самые Узумаки просто сумасшедшие. И вправду, кто полезет к монстру в пасть? Никто. А она сама привлекла к себе внимание. Накричала. Даже попыталась как-то вразумить. Вот только ей это вышло в парочку сломанных костей. Но она единственное знала, что вскоре кости будут в порядке, и поэтому продолжила докапываться до красноволосого. Проходили минуты, а Узумаки не сдавалось, наблюдатели удивлялись такому напору, сам Гара стал раздражаться. Желая побыстрее покончить с нахалкой, Гара полностью превратился в зверь и уснул, давая волю однохвостому. Конечно, манера его не лучше. Всех, одним словом. Точнее так его окрестили все присутствующие, кроме нарука. Она вздохнула и поняла, что надо использовать технику призыва. Пару печатей и вот возле демона стоит огромный лис. Узумаки краснело так, как будто поцеловала парня. Ведь она надеялась призвать атамана, но никак не Тарасама. Она приносила множество извинений, но тот лишь смеялся. Вскоре все наблюдали, как большой лис сражается с однохвостом. И вот решающий удар. Тарас, хватив зубами правую лапу Шукаку, а когтями вцепившись ему в плечо, дал возможность блондинке подлететь к парню и со всего размаху ударить кулаком по лицу, крича при этом «Просыпайся!». И тот проснулся. Злой как черт, Гара попытался убить девушку, но та шустро приблизилась к песчанику и снова ударила кулаком. Существо, прежде бывшее Шукаку, стало покрываться трещинами, и на землю стал сыпаться песок. Гара, полностью опустошенный, упал на песок. Тяжело дыша, он с трудом повернул голову в сторону и заметил Узумаки. Для него она была слишком странной. Хотя в Канахе все странные. Задумавшись, парень спросил, почему ты защищаешь их? Они мои друзья. Если ты попытаешься что-то с ними сделать, то я непременно остановлю тебя. Гара еще немного посмотрел на нее и хотел было уже спокойно полежать, как-то спросила. Почему ты стал таким? Во мне живет монстр. Нет, я сам монстр. Ты ведь и так все видела. Для своей деревни я всего лишь грозное оружие. Даже родной отец пытался меня убить. На лице девочки отразилась грусть. Даже для красноволосого это стало неожиданностью. В ее глазах плескалось то, что было так знакомо ему самому. И тут она заговорила, присаживаясь рядом, я такая же, как и ты. Во мне тоже живет монстр. Точнее, его считают монстром. Я же подружилась с ним. Теперь мы друзья. Сама я не знала своих родителей. Познаешь, та боль, что мы с тобой терпим, она не должна становиться чем-то большим. Свою судьбу можно изменить. Я вот уже на протяжении нескольких лет борюсь с ненавистью в моей деревне. Правда, не очень получается. Но у тебя есть брат с сестрой, так? Я уверена, что они тебя любят. После парень будто понял, что все, что он творил, было ужасным. Он слушал блондинку, удивляясь тому, как же она отличается от него. Хотя, казалось бы, пережили одно и то же. Боль, одиночество, ненависть в деревне. Выслушав девчонку, парень улыбнулся ей, и та тут же вспомнила, что происходит сражение в деревне. Она вскочила и, попрощавшись со своим новым другом, убежала. Гара долго смотрел ей вслед, а потом тихо сказал. Узумаки на рука, спасибо тебе. На рука. Я быстро добежала до конохи. Спасибо, Тарасама. И вот я стоял уже на крыше, где происходило сражение. Старик третий и Арачимару. Захотелось как следует дать этому змеусту по роже. Фу. Ко мне тут же подбежал Курама и сразу начал говорить, короче, все плохо. Арачимару поставил барьер, так что не приблизиться. Как старик. Плохо. Я не знаю точно, там все в зарослях. Вокруг одни Анбу, так что если они выйдут, их сразу схватят. Но я уже не слышала Кураму. Я побежала к барьеру и не слышала возгласов Анбу, прижала руки к темно-фиолетовой стене. Я пыталась что-то разглядеть, но меня тут же оторвали от стены, при этом крича, ты что, совсем? Посмотри на свои руки. Я посмотрела и ничего. Чего это он так взбрыкнулся? Нахмуря и в брови, я спросила, что с моими руками? Ничего. Это дело не для маленьких детей, как ты. Я тут же начала с ним пререкаться. Ага. Значит, для маленьких детей, как я. А где же ваше скотское отношение ко мне? Я же, как некак, носитель девятихвостого. И, вырвавшись из рук Анбу, я снова подошла к барьеру, только на этот раз от прикосновения моих рук барьер потрескался. В шоке. Я тоже. Ударив руками по барьеру, я наблюдала картину, которая называется «Разрушь барьер прикосновениями ладоней». Это было одновременно и весело и нет. В итоге я со всей силы ударила по стене, и та с треском разрушилась. Те, что вроде держали барьер, смотрели на меня в шоке. Да, я сама была в шоке. Я не успела что-то сказать, как те снова из последних сил создали барьер. Только на этот раз я не смогла его разрушить, как только я прикасалась к стенкам, руки обжигала. В итоге мне пришлось зайти в гущу леса. И что же я увидела? Первый и второй хокаги сражались со стариком. Я сразу же задалась вопросом, что это за техника такая. Но, увы, мне не дали даже додумать, как кто-то напал со спины. Если честно, я бы не смогла увернуться, не зная как, но я словно видела, как сзади на меня бежит парень с кунаем. Я свободно схватила парня за руку и быстро нанесла ему ответный удар. Если бы это был обычный удар рукой или кунаем, я бы не возникала. Так нет же. На ладони появилось белое пламя. Шок. А после я встала и куда-то пошла. Знаете, чувственно было, будто меня оттеснили на второй план, но давали возможность все видеть. Я шла вперед, даже не зная куда. И в итоге я вышла туда, где стояла Рачимару со стариком. Не задумываясь, мое тело бросилось на Рачимару. Без оружия, без плана. Ну вот что мне с собой делать? Так ведь и помереть можно. Но вопреки своим упрекам я смогла отбить удар змейного Санина, и тут же моя вторая рука ударила по солнечному сплетению мужчины. На руке появилась кровь. Сглотнув, я попыталась как-то вернуть себе контроль, но голос, прозвучавший эхом, заставил меня оставить это дело. Причем голос был не Курамы. Чужой и незнакомый. Сглотнув еще раз, я снова стала наблюдать за происходящим. На руке продолжала крепко держать Санина за руку и пытаться дальше продвинуть вторую. Боль пронзила тело мужчины, и он попытался как-то отстраниться и посмотрел в глаза девочке. То, что он увидел, заставило его застыть в удивлении. Цвет глаз у Зумаки был другим, это были не два голубых озера, а два пылающих костра. Лицо было совершенно спокойным, и это придавало ему взрослости. Полосочки на щеках слегка стерлись, и на их место на правом глазу стала просвечиваться другая фигура. Дракон. Арчимару сразу узнал этот знак и глаза тоже. Улыбка исказилась на его лице, и тот прошипел, пытаясь выдернуть свою руку. Вечно ты мешаешь. Даже после смерти. Но девочка не ответила, лишь брови сердито сдвинулись к переносице, и ее рука придвинулась чуть дальше, заставляя кровь толчками выплескиваться на руку и землю. Противно захихиков, Брюнет все-таки вырвал свою руку из захвата и ударил девочку по лицу. Та, конечно, забыла про бдительность и пропустила удар. Кровь упала на покрышку крыши, и та заговорила, я не позволю тебе разрушить эту деревню. Голос был металлическим, не похожим на настоящий. Окровавленная рука покрылась белым пламенем, превращаясь в лапу, и девочка понеслась на мужчину. Змеуст попытался отпрыгнуть, но рана не позволила ему это сделать и тот, сыкнув, принялся было отбивать атаку, но на руку сама остановилась. Глаза расширились, являя миру голубой цвет, а метка стала пульсировать, причиняя боль у Зумуки. Та упала на колени, держась за ноющее плечо. Сынин улыбнулся и неспешным шагом подошел к той. Ухмыльнувшись, он достал катану и сказал, замахнувшись ею, еще бы пару минут, и я был бы мертв. Я рад, что поставил на тебе свою метку. Нарока попыталась встать, но не смогла даже подняться. Но признавать, что она проиграла, не собиралась и попыталась как-то двигаться сквозь боль. Нарока почувствовала, как последние силы ее покидали, но перед тем как упасть, она увидела, как третий встал между ней и Рачимару, принимая на себя удар. После она провалилась в темноту. Нарока! Очнулась я в своем подсознании, что меня насторожило. Встав, я огляделась и пошла к клетке курами. Странно, что я оказалась в коридоре, а не возле клетки. Глубоко вздохнув, я свернула и вышла к моему месту назначения. Только сейчас само место было не таким. Что-то было не так. Это место всегда было жутко темным, даже Кураму было сложновато разглядеть. Сейчас будто невидимые огоньки освещали здесь все. Вода на удивление была теплой. Оглядевшись еще раз, я негромко позвала. Курама! Ничего не произошло. Большой мордой лиса не появилось, и это меня насторожило очень сильно. Я подошла ближе к прутям и заглянула внутрь. Минут десять я смотрела в сущую темноту. Может, он спит. Секунду-другая меня сносит громким, обчхи. Ну вот, намокла вся. Встав, я крикнула, Курама, блин. Из-за тебя я вся мокрая. И вот, наконец, его наглая морда вылезла из темноты, являя два заспанных глаза. Не сдержавшись, я засмеялась. Он был таким смешным, что я смеялась, пока лис сам не спросил. «Ты чего ржешь, как лошадь?» «Я не лошадь». «Ха-ха-ха!» «Блин!» «Да хватит уже!» И я понемногу начала успокаиваться. Когда приступ истерического смеха полностью прошел, я встала и спросила. «Ты что, спал?» «Я спал?» «Ну, знаешь ли, я узнала об этом только когда очнулась здесь». Курама задумался, и я в придачу. «Вот уж точно интересно!» Курама спал, хотя сам об этом не знал. И этот свет меня смущает. «Что-то тут точно не так!» Вздохнув, я подошла и села возле прутьев. Лис ткнулся мне в руку своим большим мокрым носом. Улыбнувшись, я сказала, «Знаешь, что-то мне кажется не так. Тебе тоже?» «Угу!» «Ты ничего странного не видел до моего появления?» «Нет!» «Да и не смог бы!» «Когда ты подбежала к барьеру, меня что-то отключило!» «И, как ты говоришь, я проспал до этого момента!» «Я все это время смотрела на друга и все никак понять не могла!» «Что заставило его заснуть?» «Что с этим местом?» «И почему здесь так тепло и светло?» Ответ не заставил меня и Кураму ждать. Где-то вдалеке появился огонек. Маленький, но такой яркий, что хотелось к нему подойти и быть всегда рядом. Вскоре этот огонек стал приближаться, и чем ближе он приближался, тем отчетливее мы видели странную фигуру. Не человек, но и необычное животное. Когда огонек приблизился достаточно близко мы, наконец, смогли разглядеть это существо. Большой и красивый белый дракон. Я, конечно, не верю в чудеса и сказки, но прямо сейчас передо мной стоит дракон. Весь белоснежный, гордо выпитив грудь, но глаза были полны радости и тепла. Кураму встал и неуверенным голосом произнес Ирагог. Дракон улыбнулся и кивнул. Я же не могла поверить в это. Тот самый друг Курамы оказывается во мне? Но дальше было еще интереснее. Тело дракона засветилось и стало меняться, и вскоре возле меня стоял красивый парень лет восемнадцать длинными белыми волосами, двумя пылающими глазами и белоснежной кожей. Сзади появились два перепончатых белых крыла, а у ног лежал длинный белый хвост. Улыбка на лице Ирагога была теплой, дружественной. Повернувшись к клетке, я увидела не лиса, а такого же парня лет восемнадцать длинными рыжими волосами, тремя полосками на щеках, два алых глаза со зрачками-полосочками. На макушке было два длинных рыжих уха, а за спиной маячил пушистый рыжий хвост. Я была настолько удивлена, что отошла на три шага назад. Кураму вышел из клетки и угнал своего друга. Правда, за ним велись пару цепей и сковывали его в движениях. Улыбка появилась на моем лице, и я действительно порадовалась за моего друга, который смог, наконец, повидаться с единственным в те времена лучшим другом. Они долго еще стояли и обнимались, но вскоре Ирагог отстранился и я, улыбаясь, спросил, «Ну как ты, друг? Да, забудь обо мне». «Ирагог, как? Я был уверен, что убил тебя». И тут до меня дошло. Курама вроде как убил Ирагога, тогда как он здесь оказался. Свою догадку я произнесла вслух. «Это значит, что во мне запечатано два демона». Молчание со стороны Ирагога подстегнуло меня думать, что так оно и есть, и тогда я упала в глубину отчаяния. Пока я стояла на коленях и думала о том, что жизнь моя жестянка, сам дракон подошел ко мне, положив руку мне на плечо, сказал, «Если бы это была правда, я был бы счастлив». Но это не так. Я взглянула на Ирагога и почему-то погрустнела. Демон встал и, повернувшись к Кураме, сказал, «Мое тело уже давно сгнило, а кости все еще лежат под коны Хай. Но малая часть моей чакры я отдал тебе, Курама. Именно благодаря ей я могу здесь появляться. Именно благодаря ей я помог тебе, Нарукатян. Я встала, сказала «Спасибо тебе, Ирагог». Значит, ты можешь появляться здесь когда угодно. Да. И еще, извини за то, что потеснил тебя в твоем сознании. Я не мог смотреть, как Арчимар убивает третьего. Я тут же вспомнила о реальности и спросила, «Если я тут, значит я в отключке, так?». Демоны кивнули и тогда я спросила, «И возможно ли мне сейчас проснуться?». Они еще раз кивнули, и я, наконец, смогла расслабиться и улыбнуться. Дальше Курама просто разговаривал с Ирагогом, иногда громко смеясь, и в этот момент я задалась вопросом, как можно было бояться их. Ирагог тихий и скромный, Курама веселый и забавный. Они оба воплощения настоящей дружбы. Вздохнув, я решила все-таки попросить вернуть меня в реальность. Пусть они общаются. Пускай вспоминают прошлое. Пусть хоть здесь Курама будет счастлив. Когда теплые пальцы коснулись моего лба, все вокруг стало темнеть, но перед тем, как покинуть счастливых демонов, я крикнула им, махая рукой, «До встречи Курама, Ирагог!». Сакура сидела возле койки на руках и грустным взглядом смотрела на ее бледноватое лицо. За прошедшие сутки состояние то не изменилось, и девушка понадеялась на лучший исход. Она сидела возле нее весь день, даже к Саске редко заходила. И ведь странная штука, та самая непоседая хулиганка вдруг сама защитила третьего и пыталась как-то помочь. Анбу были в шоке, Хакаги тоже, но и рад одновременно. Какаши гордился своей ученицей, но и волновался сильно. От сама на руках безмятежно спала и не подозревала, что все волнуются за нее. И вот, когда Сакура уже почти засыпала, Узумуки открыла свои глаза и посмотрела на Кунаичи. Сакура так и не увидела пробуждения, но зато девочка была счастлива видеть розоволосую. Ничуть не заботитесь о себе, блондинка села и тут же захотела встать. И у нее бы все получилось, если бы не голос человека, ставшим ей родным. Тебе еще рано вставать. Та подняла свое личкое, улыбнувшись, произнесла Джирайя. Давно ты здесь? Ну, уже пятый день здесь нахожусь. Я долго спала. Нет. Всего день и двое суток. Долго. Только та хотела встать как села на койку, чем разбудила Сакуру. Увидев блондинку сидящую и выглядящую чуть лучше, она улыбнулась и кинулась обнимать ту. От ужасной участи Узумуки спас незваный гость, который вошел в палату. Это оказался сам Учиха, а сзади стоял их учитель. Увидев их, Нарук тут же улыбнулась счастливой улыбкой. После вся команда мирно болтала, а Кукаши ушел вместе с Джирайей. Когда время было уже позднее, Сакура ушла, так как родители очень беспокоятся, когда та задерживается где-то. В момент, когда дверь закрылась, Нарука искренне позавидовала девушке. Негромко та произнесла, повезло ей. Родители есть, любимые есть. Завидуешь? Немного. Девочка опустила свою голову вниз. Все было сказано в этом коротком, но емком слове. Да что уж там скрывать. Учиха сам немного завидовал разволосой. Хоть он рос в любви и достатке, но он потерял все, что у него было, а вот что чувствует сама Узумаки, становилось для него маленькой загадкой. Она с самого начала росла одна в злости и ненависти. Когда блондинка подняла свою голову, то в ее взгляде читалась грусть. Саске очень захотелось сделать что-то, чтобы та улыбнулась или хотя бы не выглядела такой убитой. То, что произошло после, никто не смог объяснить. Ни Саске, ни Нарука. Узумаки просто не могла поверить в происходящее. Учиха Саске, парень, который скептически смотрит на любую девушку, вдруг неожиданно поцеловал Узумаки на руку. Сама блондинка была шокирована. И когда парень отстранился, то прошептала «Уходи». Сначала тот не понял, но девочка чуть настойчиво сказала «Пожалуйста, уходи». Понял, не дурак. Встал, развернулся и ушел. Узумаки же сидела и не могла понять. Зачем? Вот зачем он это сделал. Все больше и больше она привязывается к нему. Любой другой скажет «Это любовь». Но Нина Рука. Она не хочет любить. Не хочет быть к кому-то привязанной. Обычно за любовью идет боль? Если да, то она сразу откажется от этого. Пусть будет одиноко, но зато не больно. Так она просидела двадцать минут, понимая, что ее поцеловал Саски. В который раз? Вздохнув тяжко, девочка легла на подушку и попыталась уснуть. Кокоши и Джирайя шли по людным улицам, о чем-то разговаривая, но когда на улицах начало темнеть, они быстро появились в палате Нина Рука. Та уже давно спала, сложив руки на груди. Джирайя улыбнулся, увидев умиротворенное лицо своей крестницы и тут же начал свой серьезный разговор, а Коцуки зашевелились. Кокоши нахмурился. Книжка, которую он держал в руках, отправилась на тумбочку, и мужчина спросил, вы думаете, они придут за Нина Рука? Думаю, да. За эти пять дней я оставлял Жабу следить за ней, но пока никто не приходил. Значит, они придут за Девятихвостым. Но зачем он им? Не знаю. Будет лучше, если Нина Рука завтра же уйдет из деревни. Третий Жев благодаря ей, думаю, он прикроет нас от старейшин. «Я все устрою. Надеюсь на тебя». Мужчины кивнули друг другу и вышли из больницы. Но могли бы они хотя бы проверить, спит ли девочка или нет. Ведь несмотря на то, что пыталась уснуть, она все слышала. И это ей не понравилось. Совсем. Всю ночь думала, кто такие Акацуки и зачем им Курама. В итоге она не смогла заснуть и утром ждала Кокоши, дабы расспросить его обо всем. Нина Рука так и просидела, смотря в окно. Мысли никак не хотели выходить из светлой головки. Вздохнув, та встала и открыла окно. Теплый ветерок ворвался в комнату, обдавая лицо девочки приятным теплом. И вроде все мысли улетучились с этим порывом, но когда дверь открылась, Узумаки поняла, что сейчас будет очень серьезный разговор. Как она и предполагала, в палату вошел Кокоши и, увидев девочку у окна, сказал, «Доброе утро, Нарука. Я вот тебе принес яблок. Спасибо за заботу, Кокоши Сенси, но вы ведь пришли не только за этим». В данный момент тот подумал, что Нарука все знает и готова слушать все, что ей скажут, но мужчина упорно торгал эту версию. Поставив пакет с яблоками на тумбочку, мужчина начал нелегкий разговор. «Нарука, дело в том, что я все слышала». Перебила девочка своего учителя, смотря на то, как дети играют с мячом на улице. На миг пепельно-волосому показалось, что это не ребенок, а взрослая девушка, которая прекрасно понимает ситуацию. Та вскоре вернулась в койку и прямо спросила, «Какаши Сенси, зачем Акацуки Курама?» Сложный вопрос, ответить на который невозможно. А сама Джин Чурики буравила взглядом учителя. И тогда Кокаши не стал юлить и ответил. «Мы сами не знаем, зачем им девятихвосты, но тебе временно придется покинуть деревню. Сбежать? Думаю, это будет лучшим выходом из ситуации. Но позвольте мне у них узнать, зачем он им...» «Нет. Это будет слишком рискованно. Ха-ха-ха. Вряд ли они догадаются, что я это клон». Кокаши сильно удивился. Казалось, это не та нарука, что была раньше. Она сидела и смотрела на мужчину, надеясь, что тот даст ей шанс, и он дал. Похоже, нарука много чего скрывала от Канохи, и когда они поймут, что она совсем другая, сильно удивятся. Когда нарука создала клона, то быстро оделась и теперь стояла у ворот рядом со своим крестным. Она понимала, что это единственный шанс уйти от врагов, но все равно какое-то тревожное чувство забилось внутри. Две черные фигуры медленно шли по улицам. Никто не подозревал ничего плохого, и, похоже, даже не замечали их. Им только этого и надо было. По словам их информатора, у Зума кинорука сейчас в больнице, что было сложновато туда попасть, но им жутко повезло. Было обед, и все медсестры и врачи ушли, а у больных тихий час. Усмехнувшись, две фигуры чуть быстрее зашагали по пустым коридорам. Нужная палата была быстро найдена, и один из них постучал в дверь. Прошла всего минута, и дверь открылась. Нарука стояла и не понимала, кто эти люди. Что-то подозрительное в них было. Один из них спросил или точнее утвердил, у Зумаки нарука. Та неуверенно кивнула и вышла из палаты. Говорить что-то этим людям не хотелось, слишком страшно было. Напарник неуверенно произнес, и это девятихвостый ребенок. Когда взгляд брюнета перевелся на Синекожего, у Зумаки быстро достала куну и кинула в мужчину. Тот, конечно, увернулся, но нарука успела отойти от двух мужчин на пять шагов назад и достать второй куну, и при этом она спросила, зачем вам девятихвостый? Синекожий достал большущий меч и, ухмыльнувшись, произнес, какой прыткий джинчурики. Тебе незачем это знать. Но у Зумаки так просто не собиралась сдаваться, кинув еще один коной, она быстро сложила печати и призвала Лиса воина. Лис взял на себя Синекожего, а блондинке оставалось только расспросить второго. Сглотнув, то снова спросила, зачем он вам? Мужчина был спокоен, и девочка смогла кое-что заметить. Шарингом. Она тут же вспомнила слово Саски, когда он якобы умирал, этот человек, мой брат, неуверенно она произнесла, значит, ты брат Саски. Плохо. То, что она узнала, было очень плохо. Один из представителей клана Учхо, и он явно будет сильнее Саски. Она оказалась права и случайно посмотрела ему в глаза. Тот же Мира украсился в красной и черной краски, а сама девочка была прикована к кресту. Попытаться вырваться не было возможности, поэтому у Зумаки просто смотрела на спокойное лицо своего врага. Тот спустя минуту произнес, если ты пойдешь с нами, то я не стану причинять тебе вреда. Ухмыльнувшись, та произнесла, ни за что. Тот только неслышно хмыкнул, и внезапно блондинка почувствовала дикую боль в районе живота. Чтобы не закричать, она прикусила губу, но то, что происходило дальше, было ужасно. Каждый раз боль усиливалась, и сдерживать крики становилось все сложнее. Но в один момент все прекратилось, и на спокойный взгляд своего врага девочка сказала, «Увы, но вы ошиблись. Ваша цель уже давно ушла из деревни». И девочка с хлопком исчезла. Акацуки были в шоке, но и в то же время слегка разозлены. Какая-то маленькая девочка обвела их вокруг пальца. Но идти за настоящий девятихвост и не было времени, поэтому киса-мая и тачи ушли из больницы. Вскоре совсем покинули деревню. Нарука. Интересно, сколько мы уже идем? Пейзаж слегка изменился, но куда точно мы идем, Джирайи мне не сказал. Вздохнув, я хотела уже спросить, как внезапная боль заставила меня согнуться. Боль была тупой и угасающей, но вполне ощутимой. Значит, они уже приходили. Во рту чувствовался металлический привкус, но крови не было, поэтому я закашляла. Джирайи тут же подошел ко мне, взяв на руки, побежал. Боль немного утихла, и тогда я произнесла, они приходили в Канаху. Ясно. Похоже, твой план сработал. Ты что-нибудь узнала? Я кивнула и, сглотнув, ответила. Да, кое-что узнала. Один из них брат Саски. Второго я не знаю. Мы прибыли в маленькую деревню, найдя первую попавшуюся гостиницу. Крестный снял нам номер и отнес меня туда. Оставив меня отдыхать, сам куда-то ушел. Ну да ладно, мне как-то неинтересно. Вздохнув, я удобно расположилась на постели и стала думать о том, что произошло. Эти двое так и не сказали, зачем им Курама. Тяжко вздохнув, я сказала, Курама, ты понял? За тобой охоту устроили. Понял, понял. Ты сама как? Было рискованно даже оставлять там своего клона. Ну, я же жива. Тем более брат Саски, не могла я подумать, что он будет в этой странной организации. Ну, и он ведь ушел после того, как вырезал весь свой клан. Да. Расскажи мне об этом. Хорошо. Прикрыв глаза, я стала внимательно слушать Кураму. Случилось это давно еще, когда ты была шестилетним ребенком. И Танчи Учхо был гением своего клана, что давило на него непосильным грузом. Фугаку его отец ожидал от него большего. Помнится, он даже был принят в Ридеанбу. Хотя самому Итачи это не нравилось. Тогда почему он не отказался? Видишь ли, Итачи играл роль безвольной куклы. Но на самом деле он хотел обычной жизни. И он очень любил Саски. Хотя, какой любил, он и сейчас его до гробовой доски любит. Но потом ему приказали убить свой клан. Почему? Потому что они готовили переворот. Они хотели встать во главе деревни, но одному жмурику это было невыгодно. Он убедил Хакаги в том, что клан очень опасен, и кинул пищу для размышления. Итачи согласился убить всех, но не смог убить Саски. Вот такая вот трагичная история. Сев, я спросила, а ты откуда это знаешь? Потом все узнаешь, а то твой мозг перегрузится от количества информации. Вредина. На Кураму мне ничего не ответил, и я только услышала тихое сопение. Вот же энциклопедия сонная. Поняв, что больше от него ничего не узнать, я опять вздохнула и встала. Выходить я не хочу, все еще страшно. Поэтому я решила поспать. Когда моя голова коснулась подушки, слабость накатила на меня, и я прикрыла глаза. Ощущение было, как будто я куда-то падаю. Внезапно перед глазами возник длинный коридор. Мне ничего не оставалось, как просто идти вперед. Прошло неизвестно сколько времени, но коридор не заканчивался. И тут я неожиданно проснулась. Сначала я думала, что до сих пор сплю, но потом я внезапно вскочила. Интересно, что это было? Вздохнув, я посмотрела в окно и заметила, что уже где-то раннее утро. Свободно выдохнув, я встала и вышла из номера. Джерай спал на соседней кровати, и мне пришлось тихо выскользнуть из номера. Вся гостиница спала, поэтому каждый мой шаг сопровождался характерным звуком. Наконец, выйдя из здания, я решила просто прогуляться. Место было красивым, красочным. Лавки были закрыты, в домах не было света. Да уж, рановато я встала. Когда я дошла до конца деревни, то подумала, почему бы не потренироваться. Место подходящее. Пусто, много деревьев и тихо. Вдохнув побольше воздуха, я начала искать место, где можно потренироваться. Место было найдено очень быстро и все бы хорошо, если бы не до боли знакомый голос. Не думал, что встречу тебя здесь, на руко. На руко стояла и боялась повернуться. То, что этот голос принадлежал ему, было точно. Не уверенно она повернулась и зло прошипела, готовясь вытащить кона и кабуто. Сам парень тоже не ожидал увидеть здесь девятихвостую, и для него все еще оставалось загадкой, как она тут оказалась. И драться с этой девочкой ему не хотелось. Вот только как объяснишь этой девчонке, что пришел он сюда вовсе не за ней? Вот именно, что поговорить нормально не удастся. Вот только то, что сделала у Зумаки, удивило парня. Она просто спрятала кун и, что-то пробурчав себе под нос, добавила чуть громче, «Тебе повезло». Кабуто, конечно, ничего не понял, но решил, что спрашивать не станет. Правда, его взгляд сам все выдал. Девочка просто закатила глаза и сказала, «Не обращай внимания». Я с Курамой разговаривала. Какие открытия! Она еще и с девятихвостом разговаривала. Именно так они расстались. В напряженном молчании. Кабуто было все равно, а вот на руке хотела остаться одна. Когда фигура парня скрылась, блондинка недовольно пробурчала, «Курама, я тебе не говорила этого». «Чего? Я тебя ненавижу. Ты глупая дура. Давай поднимайся, сейчас тренировать тебя будем». Секунда-другая, и возле девочки появляется Курама в человеческой форме. Ему действительно идет эта форма. Красивые, по крайней мере, куча девчонок у его ног точно будут. В итоге парень не щадил своего дженчурики, но ей этого не надо было. После встречи с Акацуки, на руку поняла, какая же она слабачка. Под конец тренировки блондинка лежала на земле и тяжело дышала. Лис склонился над своей подругой и спросил, «Ну что? Ага, спасибо тебе, что помог, но я теперь даже до гостиницы не дойду. Сама виновата. Ладно, отдыхаю, я тебе помогу». Элис исчез, оставив на руке лежать и думать о месте своему биджу. Тело двигаться вообще не хотело, поэтому девочка просто лежала на земле, смотря на то, как светлеет небо. Внезапно девочка стала вспоминать свое детство. Чего ее так поперло? После часового такого лежания она заснула, свернувшись в комочек. Когда Кабута возвращался назад, он снова посмотрел на блондинку. Почему-то ему захотелось подойти к ней, что он и сделал. Та спала так мирно и беззаботно, что парень улыбнулся краешком губ. Сейчас она была похожа на маленького лисенка. Когда она бодрствует, то схожа со злым и опасным зверем. Парень склонил голову на бок и убрал прядь волос лица. Усмехнувшись, тот встал и ушел. Ему как-то стало жилье ее. Но также ему очень захотелось, чтобы она приняла сторону Арчимару Самы. Нарука проснулась только тогда, когда солнце нещадно пылило. Открыв заспанные глаза и тут же их закрыв, девочка села стала вспоминать, как оказалась на улице. Когда воспоминания нахлынули, то Таня сдержала стонуя, встав, отряхнулась и побежала в гостиницу. Как она и предполагала, ее крестный давно проснулся и теперь просто не находил себе места, но когда девочка появилась на пороге комнаты, тот облегченно вздохнул и сел на кровать, закидывая голову назад. Блондинка почувствовала себя жутко виноватой, поэтому стала объясняться со своим учителем-крестником. Он, конечно, покричал, поволновался, но потом успокоился. После Узумаки спросила, где они и зачем они тут. Джирайя все объяснил, и Нарука пожалела, что вообще согласилась идти с этим извращенцем. Он не то чтобы не искал Цуна Десенджу, но успевал зайти в кабаки, посидеть с девочками. А бедняжке оставалось только расспрашивать прохожих о женщине на фотографии. В итоге бедная Узумаки вернулась в кабак, где был оставлен ее крестный и, игнорируя насмешки взрослых, сказала, подойдя к мужчине, «Итак, я нашла Цуна Ди, поэтому давай собирайся и пошли». Но мужчина пролепетал что-то нечленораздельное и продолжил обнимать девушек за талии. Зарычав от злости, девочка попросила счеты, увидев цену, просто офигела. Ну, вот ее не было всего сорок минут, даже меньше, а он успел нагуляться на крупненькую сумму. Сглотнув, Нарука пообещала отомстить своему крестному, а сейчас надо скорее идти в кафе, где остановилась Цуна Ди. Не понимая, как заставить этого извращенца встать, оплатить и уйти, девочка сделала то, отчего сама смущенно покраснела. Сложив печати, Нарука сказала, «Хинге». В белом облачке появилась красивая и жутко соблазнительная девушка. Длинные распущенные волосы переливались золотом, розовые щечки выглядели привлекательно, голубые глаза блестели. Немного смущаясь, девушка произнесла, «Ну, пожалуйста, пошли, Джерайя». И, конечно же, тот отреагировал. Правда, после того, как они вышли из кабака, девочка приняла свою нормальную форму, красная как рак, повела своего крестного в кафе Цуна Ди. Найти ее не составило труда, но Нарука не захотела заходить. Даже если мужчина пообещал больше не ходить в кабаки, девочка все равно отказалась. Она все еще была красной и надутой. Все же использовать себя в качестве приманки жутко смущает. В итоге Джерайя вошел, да так и не вышел. Прошел целый час, а никто не собирался выходить. Но и сама блондинка не собиралась туда входить. Во-первых, там сидят одни взрослые и напиваются до чертиков, во-вторых, ей не очень хотелось вытаскивать двух пьяных сынинов. После того, как прошло еще двадцать минут, Узума Китаки сдалась и вошла в кафе. Быстро найдя макушку своего крестного, девочка пошла к столику. То, что она увидела, заставило ее вскипеть от злости и проговорить почти загробным голосом. «Да что же такое?» «Мы вроде не пить сюда приперлись. Какого ты снова напиваешься?» На ее слова отреагировала сама Цуннади. «Мелкая, иди куда шла?» «Мелкая! Ты кого Мелкая назвала? Старушенцей!» Та самая Старушенца встала и угрожающе стала хрустеть пальцами. Было видно, что задели ее заживое. Алкоголь как ветром сдуло даже у Джирайи, и тот поспешил вместе с напарницей женщины рассоединить парочку. В то время возле этих двоих собралась народу, которые поставили на Цуннади, нежели на Наруко. Но им было тупо плевать. Каждый хотел выяснить отношения. Цуннади начала первое, но, так как бить детей принципиально нельзя, она стала подкалывать на руко. «Деточка, а не маловато ли ты, чтобы приходить сюда? А не старовато ли вы напиваться тут?» Между ними сверкнула молния, толпа ближе придвинулась к спорщицам, ожидая суперской концовки. Цуннади ухмыльнулась и сказала «Ну все, засранка мелкая!» «Я не хотела тебя бить, но ты сама напросилась». Девочку только подстегнул этот вызов. «Смотри, не рассыпься после первого же удара!» Только те хотели начать мордобитие, как их тут же расцепили. Джирайя держал Наруко, аж изуне Цуннади. Их отвели в гостиничный номер и уже там успокоили. Позже стали их знакомить. «Цуннади, это Наруко!» «Моя ученица!» «Ха! Твоей ученице не хватает манер! Она совсем не похожа на твоего предыдущего ученика!» На руках мыкнула, отвернувшись, ответила «Уж извините, что характер не такой, как у папы!» Женщина впала в ступор. Минуты две или три она сидела, тупо уставившись на девочку и открывая рот, как рыба на суше. После она воскликнула «Быть не может!» «Джирайя, скажи, что это не так!» «Увы, это так!» Подтвердил слово блондинки мужчины и сложил руки на груди. Та снова впала в ступор. «Нет, конечно, внешность очень похожа, но характер...» «Это точно характер Кушины!» Первая тишину нарушила Узумуки. Она вздохнула и краснее, произнесла «Вы уж извините, что накричала на вас, да еще и обозвала!» «Неважно!» «Мне даже понравилось!» В итоге эти обе очень сдружились. Казалось, пару часов назад они готовы были убить друг друга, а сейчас они дружно смеются и о чем-то говорят. Проговорили они так до самой ночи, и когда она рука уже спала, облокотившаяся плечо своей новой знакомой, та просто улыбалась. Переложив девочку к себе на колени, женщина стала гладить ее по голове. К ней присоединился Джирайя, который тоже улыбнулся, и они бы так сидели в тишине, если бы не Цунади, которая начала разговор, который был прерван в том кафе. Как я уже говорила, приходил Кабута. Что он хотел? Похоже, Арчимару сильно ранили. Он приходил с предложением залечить его рану в обмен на то, чтобы воскресить их. Синджу погрусмела, но Жаби Синнин быстро сказал, похоже, на рука задела важный орган. На рука. Ты хочешь сказать, что она не только смогла выжить, но и ранила его? Женщина просто не могла в это поверить. Как маленькая девочка смогла выстоять против одного из их Великой Тройцы? Джирайя ей ответил. Сам я ничего об этом не знаю. Но благодаря ей третий жив. Правда, ему нужна медицинская помощь. Арчимару хотел убить на рука, и третий встал на ее защиту. Его ранили, причем довольно серьезно. Синджу долго смотрела на личико лисенка и, вздохнув, потянулась руками к своей шее. Немного повозившись, она сняла с себя кулон первого и повесила на шею девочки. Погладив тупо щеке, она произнесла «Я пойду с вами». Все же этот ура должен ответить не только за все беды, но и за это. В этот момент курточка девочки чуть сползла, открывая проклятую печать. Оба сынина посерьезнели и еще долго обсуждали свои дела, не боясь, что у Зумаки проснется, ведь сейчас все было хорошо. Утром на руку проснулась в постели и, сладко потянувшись, оглядела комнату. В ней было пусто, но не совсем. Шизуни мирно спала, облокотившись о спинку кровати. Вздохнув, та встала и пошла на балкон. Там было хорошо, свежо. Еще раз потянувшись, блондинка почувствовала прикосновение к своей руке. Посмотрев вниз, она заметила кулон и спросила, что это? Кулон первого. Ты знаешь, что это? Угу. Цунади внучка первого, поэтому неудивительно, что он у нее. Улыбнувшись, у Зумаки опять потянулась и заметила Джерайст Цунади. Она наблюдала за ними до того момента, как мужчина заметил ее. О! На руку, ты уже проснулась. Ага. Собирайся, мы возвращаемся в Канаху. Есть. И, развернувшись, у Зумаки пошла одеваться. Она потратила всего пять минут, ища свою одежду и надевая ее. После она разбудила Шизуни. И вскоре все отправлялись обратно в Канаху. Вот только сама на руку даже не представляла, что там произойдет. Совсем не представляла. Ближе к обеду они уже были у ворот Канахи. За весь путь девочка попыталась вернуть кулон, но Синджу пресекала все попытки вернуть его. Все же та сдалась и поблагодарила женщину. Когда они вернулись в Канаху, то Синнины тут же ушли в резиденцию Хакаги. А Шизуни отправилась за своей учительницей и на руку решила сходить в вычарок у рамен. Тут же слюнки потекли по подбородку при воспоминаниях о любимом блюде. С радостной улыбкой, добравшись до любимого заведения и сев, девочка сказала, «Три порции рамена. Сейчас». И на руку поняла, что жизнь ее просто прекрасна. Когда на столе появилась первая порция рамена, девочка взяла уже палочки и только-только принялась за еду, как ее остановил знакомый голос. На руку. Девочка недовольно посмотрела назад и тут же смягчилась. Это была Сакура, а сзади стоял Саски. Улыбнувшись, она предложила им сесть, но Сакура явно была зла. Злая как черт, девочка подошла и спросила, «Ты где, черт возьми, была?» На этот вопрос блондинка ответила уже с набитым ртом, в отвинивовке. «Чего?» Проглотив, она повторила. «На тренировке. Правда? Тогда почему Какаши-сенси об этом ничего не знал?» Снова повернувшись назад, Узумаки объяснила, потому что Джирайи пришел неожиданно. «Сказать что-либо Какаши-сенси я не успела». Но Сакура даже не услышала последнего предложения и спросила о другом. «Постой, ты сказала, Джирайя. Один из Великой Тройцы. Ну да». После Харуна успокоилась и, наконец, отстала от бедняжки. Конечно, разволосая ушла, а вот Саски упорно стояла, Чига тоже ждал. Чего именно, даже сама на руку не понимала. Вздохнув и осилив третью порцию ремена, Торщиталайся, повернувшись к Учихе, спросила. «Ты что-то хотел спросить?» Учиха ничего не ответил. Схватив Узумаки за руку, он повел ее куда-то. Узумаки только успела попрощаться и стала пытаться вырвать свою руку. Но что-то двигало этим парнем, и Лисеныш точно не понимала, что именно. «На рука!» Я пыталась как-то выдернуть свою руку, но это только приносило мне боль. В итоге я просто шла за этим теми. Точнее, еле поспевала идти. Двигался он быстро и точно не в сторону наших домов. Я попыталась как-то его позвать. Ничего не произошло. Саски просто игнорировал мои слова и мое сопротивление. Наконец, мы остановились на моем любимом полигоне. Прижав меня к ближайшему дереву, Саски сдержанно спросил, «Где ты была?» «И что я должна ему говорить?» «Конечно, я начала ему врать. Уже говорила на тренировке. Врешь». Кулак врезался в кору дерева. «Еще бы чуть-чуть». Сглотнув, я неуверенно произнесла, «Саски, где ты была?» «Таким злым я никогда его не видела». «Что с ним?» Опять сглотнув, я попыталась как-то выйти из ситуации. «Саски, я не понимаю тебя. А должна. Ведь это не за мной приходило Чихо Итачи». «Что?» «Откуда он знает?» Напряжение нарастало, поэтому, вжавшись в дерево, я включила дурочку. «О чем ты?» «Саски, никто за мной не приходил». «Черт возьми, узумуки». «Хватит ее лить». Я молчала, опустив взгляд вниз. «Что я могу ему сказать?» «В итоге я просто произнесла, «Это не твое дело». «Что?» «Глухой, что ли?» «Я еще раз сказала, «Не твое дело». И опять же кулак в опасной близости от моей головы врезался в кору дерева. Зажмурившись, я стала ждать чего похуже, но ничего не последовало. Открыв глаза, я уставилась на у Чихо, который выглядел как бешеный пес. Спустя минуту тот произнес «Все, что касается моего брата, касается и меня». Для чего он приходил? Но я продолжала упорно молчать. «Это ведь и вправду не его дело». «Чего он лезет?» «Похоже, мое молчание только его злило и, наконец, отстранившись, он произнес «Дура, ты, узумуки». Со злости я крикнула «Не твое дело, Учхо». Но ответа не последовало. Он просто ушел. Вздохнув, я сползла по дереву вниз и посмотрела на Наба. Если бы он знал то, что знаю я, как бы он себя повел? Вот дурак. Настроение было испорчено, поэтому единственное, что мне оставалось идти домой. Саски. Эта узумуки уже вся изгеройствовалась. Неужели так сложно сказать, зачем он приходил? Хотя, это же узумуки. Черт. Главное, что он ее не тронул. А ты, Учхо, слишком много думаешь об этой дури. Прибавив шагу, я снова стал думать о наруке моем брате. Зачем он приходил? Тем более, по словам тех двоих, пришел он с напарником. Черт. Да как она вообще смогла выжить после встречи с ним? Хакаги смогла защитить, одного из Великой Троицы смогла ранить, встречу с моим братом пережила. Да кто она такая? Что вообще с ней такое? О, вот мой дом. Опять заходить в эту пустую квартиру. Но я уже привык, не в первый раз она встречает меня так. Зайдя в квартиру, я посмотрел в окно. Уже ночь. Странно, недавно был обед, а теперь... Да неважно. Интересно, с какого перепугу я начал беспокоиться об этой блондинке? Вроде никогда даже внимания не обращал, а тут вот как... Вздохнув, я повалился на кровать, и тут же все мысли вылетели из головы. Мой взгляд уцепился за Луну. За этот чертов белый диск. Спать совсем не хотелось. Черт, похоже, я опять буду мучиться бессонницей. И, видимо, не я один. Нарука шла по дороге, понурив голову. Настроение ухудшалось все сильнее. С чего Саскид так разозлился? Ну, понятное дело, брат, и все такое. Но как же начинают бесить, когда эта туча лезет не в свое дело? Так как на улице была уже ночь, поднялся холодный ветер. У Зумаки прибавил шаг и через минуту оказалась у своей квартиры. Ключ так и застыл в воздухе. Снова ее встретит темнота и пустота. И ведь не в первый раз такое, но все равно как-то грустно. Простояв так минут десять, девочка все же открыла дверь и вошла. Ну, привет темнота, пустота и мусор. Ловко обходя пакеты и коробки, девочка плюхнулась на кровать. Спать не хотелось совсем, но следовало бы. Перевернувшись на живот, взгляд то и ухватился за луну. За этот чертов белый диск. Только та попыталась уснуть, как перед ее мысленным взором возник злой Саски, а после его брат. Бессонница неожиданный гость, но и нередкий. Вздохнув, Узумаки снова попытала удачу. Она закрыла глаза, и тут снова возник Саски, а его слова отозвались эхом. «Все, что касается моего брата, касается и меня. Дура ты, Узумаки!» Прикусив губу, Узумаки прошептала. «Да что ты обо мне знаешь?» Скатившись с постели на пол, девочка сильно разозлилась и, встав, начала вымещать злость на мусоре. Сейчас мусор ей пошел только на руку, и она, не сдерживаясь, пинала все, что попадается под ногу. А действительно, что Учиха знала о ней? «Правильно ничего. Если он думает, что она супернепобедимая Шиноби, то жуть как ошибается. Ей так же страшно, как и другим. Просто детственно было таким. Просто Курама не дал нос повесить. Просто все так сложилось. Когда девочка устала, она упала на полы, облокотившись о кровать, стала просто сидеть возле зеркала. Повернув голову, на руку на секунду заметила безумную себя с проклятой меткой. Взяв что-то тяжелое, девочка кинула это в свое отражение. Оно не разбилось, но пошла трещина прямо по лицу девочки. После вроде бы все успокоилось, но Мекка решила о себе напомнить. Она начала пульсировать и отдаваться глухой болью. Стиснув зубы, на руку прокричала и надоела. «Ненавижу тебя!» Кому были адресованы эти слова, никто не знал. Вот только люди, следившие за всем, знали. Злобные ухмылки появились на лицах четверых, но тут же все замерли, когда увидели пронзающий взгляд алых глаз. Он был опасен. Усмехнувшись, парень, стоявший в середине, махнул рукой и те исчезли в листве деревьев. Она, рука, жутко уставшая, только успела, что встать и лечь на край постели. Она слишком быстро провалилась в сон. «Саски! Что-то не так! Чувство опасности не желало так просто покидать меня!» Я быстро вылез из окна и стал прислушиваться. Секунда-другая и три сюрикены летят в листву, и я попал в кошку. Та шипением рванула наутек, бросив мне злобный взгляд. Но все же волновался я не зря. Из того же места выпрыгнули трое парней и одна девушка. Заметив, что знак на протекторах другой, я понял это враг. Утро встретило узумки очень тепло. Солнечные лучи гривы переливались в золотых прядях, иногда попадая на личико. Смешно поморщившись, она хотела перевернуться на другой бок, как вдруг с грохотом упало. Пробурчав что-то нечленораздельное, на руку открыла глаза и опешила. «Что с ее квартирой?» А вот, что с ней. Мусор валялся теперь уже повсюду, не только в ее комнате, некоторые еще были разорваны, а на зеркале красовалась длинная трещина. Не совсем понимая, что произошло, девочка встала и решила все-таки убрать весь беспорядок. В итоге уборка заняла чуть больше часа, и оставался вопрос только в зеркале. Подойдя чуть ближе, на руку сказала, новое придется покупать. «Блин. По-моему, семь лет несчастья будет. Ты уже проснулась, на руку?» Подпрыгнув от неожиданности и схватившись за сердце, девочка повернулась и крикнула, как аж эссенсей. Не надо так пугать. Мужчина только улыбнулся и заметил изменения в квартире. Было очень чисто, нежели тогда, когда они с третьим приходили в прошлый раз. Пока Хатаки разглядывал чистую квартиру, блондинка успела подсчитать деньги и переодеться. После они отправились на полигон. В итоге девочка узнала, что проспала она до обеда, и что им пришлось отказаться от задания. Когда они пришли, то на руку в первую очередь извинилась перед злой Сакурой и подозрительно тихий мучхай. Что-то было не так в его поведении. Ну что? Выглядел он так, как будто размышляет над каким-то планом. Но тот, так ничего не сказав, просто отправился за учителем и сокомандницей. Миссия была очень легкой, но задержалась она до вечера, поэтому, когда они пришли в деревню, то быстро разошлись по домам. Нарока же еще долго смотрела вслед у Чихи, пытаясь понять причину его молчания. Но, плюнув на все, то сначала сходила в вечер и кормин, а после отправилась домой. Но сколько бы она ни глушила это чувство, оно не исчезало. Чувство тревоги. Свалившись в теплую постель, Узумаки стала просто не обращать внимания и уснула. И волновалась она не зря. Учиха не ложился в постель. Придя домой, он стал собирать в сумку некоторые вещи. Собрав, он уже хотел выйти из квартиры, но задержался, смотря на их совместную фотографию. Тогда он просто положил рамку вниз и ушел. Он решил забыть свое прошлое. Навсегда. Саски медленно шел по пустым дорогам и смотрел себе под ноги. Он думал лишь о словах тех людей, а Рыча Марусом и дал тебе силу. А ты просиживаешь в этой деревушке в надежде на получение силы. Молокосос, ты хоть распробовал использовать эту силу? Видно, что... нет. Чего с ним возиться? Уж лучше взять девку. Она мне приглянулась. Таиа. Ты видела ее взгляд? Не уверен, что она позволит к себе подойти. Т.Ц. В общем, мелкий. Если хочешь отомстить своему братцу, то тебе лучше идти к Рычу Марусому. Завтра ночью мы встретим тебя у ворот Канохи. Выбор за тобой. Одно ему было непонятно. Про кого говорила та девушка? Но ему уже было все равно. Ему нужна сила. Ему нужно убить Итачи. А для этого можно и спуститься в ад. Уже были видны ворота, и Учиха поблагодарил свою везучесть. Ведь он никого не встретил. Но тут он пожалел, что рано порадовался. На пути стояла Сакура. Впрочем, она ничего ему не сделает. И тот, все еще смотря вниз, прошел мимо. Но Харуна повела себя по-другому. Она резко развернулась и крикнула Саске, скажи хоть что-нибудь. Почему ты всегда молчишь? Почему не скажешь мне хотя бы слово? Саске остановился и холодно произнес «Мне не нужна твоя помощь». Не пытайся обо мне заботиться. Слезы медленно потекли по лицу Сакуры, но та старалась не выдать себя, поэтому произнесла «Просто ты всегда меня ненавидел, так?». После она стала вспоминать, как Учиха накричал на нее. Но Саске было все равно. Хоть ему было трудно вспоминать все, что случилось за последние годы, но он должен был. Ради мести брата он должен забыть свое прошлое. Поэтому он резко произнес «Я этого не помню». Но Сакура продолжала пытаться хоть как-то образумить его. И все напрасно. Учиха просто стояла и слушала розоволосы, пока та не крикнула «Я же правда тебя люблю!». «Пожалуйста!» «Останься!» «Ты будешь счастлив всегда, всегда!» «Ты не пожалеешь!» «Я даже помогу тебе отомстить, не знаю, чем я смогу тебе помочь, но я все сделаю!» «Пожалуйста!» Но Учиха уже не стал слушать девчонку. Он уже сделал пару шагов вперед, как вдруг Харуна снова вскричала «Если ты попытаешься уйти, я буду кричать!». Вздохнув, парень появился позади девочки, а, прошептов короткое спасибо, ударил ее сзади по шее. Уложив на скамейку бессознательное тело, Брюнет прошептал «Мне не нужна твоя любовь!» «Мне не нужна ты, Сакура!» Он подумал о той самой яркой девочке, что смогла изменить хоть ненамного его самого. И он будет помнить ее. А сейчас он уйдет. Уйдет, чтобы вернуться. Ему это не свойственно, но ему уже все равно. Поплевать, что Сакура будет рыдать, плевать, что Наруко попытался его вернуть. Он отомстит и попытается вернуться. А пока пусть все останется на своих местах. Саски ушел. Утро встретила Канаху не очень приветливо. Это заметили все, но не обратили должного внимания. Шиноби, гуляющие по Канухе, заметили на скамейке мирно спящую девушку. И все бы хорошо, но что-то было подозрительно, и тогда те подошли ближе. Внезапно девочку взяли на руки и отвели в больницу. К счастью, с ней ничего серьезного не произошло, и та быстро очнулась. После она все рассказала. Наруко встала очень рано. До сих пор чувство тревоги не проходило, и это было очень странно. Одевшись, она пошла прогуляться и думала, что узнает причину своей тревоги. Но ничего. Все жители вели себя как обычно, так же, как и Шиноби. Когда она уже подходила к детской площадке, ей навстречу выбежал Киба. Столкнувшись с парнем носом, та спокойно спросила, «Ты куда так спешешь?» «А ты что, не слышала?» «Короче, быстрее к Хакаге!» И, схватив не понимающую ничего девочку за руку, он побежал к резиденции. Когда дети пришли, Наруко заметила тревогу и сосредоточенность на лицах всех присутствующих. Нейджи, Шикамару, Чоуджи и Хакаги. Они встали в строй, и тогда третий рассказал причину сбора. С каждой минутой на лице Наруко отображалось непонимание и удивление. «Как? Как он мог так поступить?» Не скрывая удивления, Наруко спросила, «Как он ушел?» Все обратили на девочку свое внимание. Она просто не могла поверить. Сглотнув, Узумаки чуть громче сказала, «Он не мог так поступить просто так!» «Наруко!» «Успокойся!» Хакаги видел, что девочка не верит сказанным словам, поэтому произнес Сакура и попыталась остановить его. «Нет сомнения, что Саски ушел сам!» «Нет!» «Я знаю причину, по которой он ушел!» Все вопросительно посмотрели на девчонку. Но та больше не произнесла ни слова. Казалось, она скрывает что-то очень важное, но не говорила. Наруко знало это ее вина. И сейчас она корит себя. Тогда третий дал им шанс вернуть Учиху. Объяснив им задание, он отпустил их. На сборы им было дано всего пять минут, а после они встретились у ворот. Наруко совсем не изменилось в лице. Улыбки не было, но та старалась держаться. Когда все прибыли, к девочке подошел Шикамару и, положив на ее плечо руку, произнес «Я, конечно, не был другом Саски. Но уверен, что ушел он не сам. Тебе не стоит винить себя». После этих слов девочка улыбнулась и кивнула. Все было готово, план был рассказан и все вроде уже стали выходить, но их остановила Сакура. Позвав Наруко, она произнесла со слезами «Наруко, я пыталась». «Пожалуйста, верни его». Узумаки молчала, но после произнесла твердым голосом. «Сакура, тебе не надо плакать. Я верну этого засранца. Поверь, тебе не надо себя винить. Уж я-то заставлю его понять, что на самом деле важно в этой жизни». Все кинулись вперед. «Уж в этот раз она остановит Саски». Команда направлялась к четверке звуковиков и ничуть не отставала. И вот начался бой. Чоуджи, оставшись, крикнул ребятам «Идите вперед!» «Верните Саски!» «Чоуджи, не отставай!» С тревогой Шакамару пошел дальше. Но Чоуджи понимал, что вряд ли вернется. Он достал маленькую склянку с тремя таблетками и принял одну из них. Бой начался. Отпрыгнув от липкой паутины, Нарука достала Куны и попытала удачу. Куны благополучно застрял, и тогда парень рассмеялся. Но Узумаки пыталась не слушать. Прыгнув на ветку к своим сокомандникам, она достала новой Куны, и тут ее остановил Нейджи. «Нарука, ты единственная сможешь вернуть Саски!» «Ты единственная видишь тьму, в которой он погряз!» «Поэтому идите!» «Я его задержу!» «Нейджи!» «Надеемся на тебя!» Все остальные вновь отправились вперед. А Нейджи понадеялся на эту солнечную девочку. Киба использовал Кацугу и вроде справился с противником, но тот снова встал. Усмехнувшись, парень произнес «Похоже, мы с Акамару остаемся здесь!» «Извините, ребята!» «Киба!» «А Акамару!» «Надеюсь, вы справитесь!» Шакамару и Нарука отправились за девушкой. Киба приготовился к жаркой битве со своим противником. «Нарука!» «Хватай бочку и беги!» Узумаки кивнула и хотела уже взять бочку, но ее опередил странный парень. Приземлившись на соседнюю ветку, с ним стала разговаривать девушка. Поговорив минуты две, парень скрылся, и Нарука последовала за ним, при этом Таи прошептала ей «Лучше прими сторону Арачамару сама!» Но ответить-то не успела, так как парень стремительно уходил. Шакамару принял боевую стойку, и началось сражение. «Тебе следует послушать моего совета!» «Заткнись!» Нарука с трудом встала и еле устояла на ногах. «Этот парень необычный шиноби!» Узумаки поняла, что с его костями что-то не так. А тот самый совет был принять сторону Змейного Сынина и пойти вместе с Саски. Но блондинка была бы не собой, если бы согласилась принять злую сторону. Все же верить в хорошие у нее в природе, хотя голос внутри все время шептал мерзкие слова. Снова кинувшись на противника, девочка уже готовилась к блокировке, как вдруг бочка открылась. Из нее вышел живой Саски. Но на все слова девчушки он отреагировал зверской ухмылкой и быстро ушел. Когда-то хотела отправиться за ним, Кимимару напал на нее, но... Ее защитил прекрасный зеленый зверь Канохи. Нарука поблагодарила парня за помощь и побежала за Учхай. Нарука! Он чертовски быстро бегает. Догнать я его так и не смогла, поэтому, остановившись, крикнула Саски. Остановился. Наше молчание прерывал только оглушительный рев водопада. Саски медленно, жутко медленно поворачивается ко мне, и я ужасаюсь. На правой стороне лица черные язычки пламени и цвет его глаз как у змея. Меня пробила дрожь, метко запульсировала глухой болью. И это второй уровень. Жутко. Тишину разрезал его до боли холодный голос. Чего тебе, неудачница? Что с ним? Это не Саски. Я отказываюсь думать так. Сглотнув, я пыталась спокойно сказать «Саски». Зачем ты идешь к нему? Ведь он дал мне силу. Это лучшее, что мне могли дать. Каноха больше ничего мне не даст. Уходи. Разворачиваешься. Думаешь, это та самая сила? Какой же ты дурак. Не сдерживаюсь и прыгнув, оказываюсь на Саски и больно ударяю его по лицу. Кровь тут же потекла из уголка губ. Но ты не шевелишься, будто даешь шанс отступить. Глаза щипала от слез, но я быстро собралась и сказала «Саски, не иди к Арчимару». Ты просто не понимаешь, на что обрекаешь себя. Но Саски меня даже не слушал. Он также ударил меня по лицу кулаком, отчего я отлетела назад и чуть ли не упала в воду. Но удар был таким сильным, что потребовалось время только чтобы прийти в себя. Боль в губе медленно передалась по всей челюсти, и я смогла только прошептать «Саски, пожалуйста». Но тут же последовал еще один удар в живот, отчего кровь почувствовалась во рту. Но и это еще не все. После я упала в воду, и потребовалось время, чтобы всплыть на воздух. Правда, каждое движение отзывалось ужасной болью в животе. Выплыв на поверхность, я встала на гладь воды и попыталась отдышаться и встать. И это далось мне с трудом. Пока Учиха ко мне подходил я, наконец, совладала с болью и встала. Что же, придется драться. Вот только ничего не вышло. Он был слишком быстрым. До того как я смогла блокировать удар, он отправил меня в полеты, больно врезавшись в камень спиной, я почти упала, но у меня тут же стянула леска. Понимая, что сейчас тот использует огненную технику, я попыталась как-то выбраться, но не успела. Мне оставалось только зажмуриться, как вдруг, я резко отпрыгнула от камня и застонала от боли. Черт, ногу зацепило. Но Курама успел вовремя. Если бы не его покров из чакры и молниеносной реакции, то я бы уже была мертва. Сглотнув, я сказала, Курама, я хочу, чтобы ты покрыл меня своей чкурой. Это рискованно. Если потеряешь контроль, то я уже не смогу тебя остановить. Плевать. Пожалуйста, Курама. Скрепя сердце, лис выполнил мою просьбу, и вскоре раны стали заживать. Встав в позу лиса, я понеслась на Саске. Я не хочу с ним драться, но по другому не выходит. Наш бой продолжался довольно долго, пока он не использовал метку. То, что стало с телом Саски, очень сильно напугало меня. Из-за того, что сила Арчимару была активирована, моя метка тоже взбунтовалась. Боль очень быстро распространился по телу, но я старалась не обращать внимания. И вот снова наши куны столкнулись, и вода под нами пошла рябью. Да что с тобой, Саске? Только не говори, что ты поддался этой силе. Я знаю, что было со мной, и это ужасно. Эта сила ужасна сама по себе. Пожалуйста, Саске, услышь меня. Пожалуйста. Он стал создавать Чидари, я же Росинган, но не успела я создать его, как правое плечо и грудь прожгла сильная боль. Кровь толчками выплеснулась наружу. С трудом я смогла посмотреть на рану. Ужас. Прямо в легкое. Больно. Кх-кх. Саске. Рука резко вышла из моего тела, отчего боль снова отозвалась, а кровь густыми потоками выплеснулась на землю. Упав сперва на колени, а после на спину, мне стало невыносимо больно. Становилось все больнее и больнее. Дышать было трудно. Холодно. Пальцы немедеют. Солнце спряталось за тучи, и стало накрапывать дождь. Похоже, в этот раз все закончится. Саске спокойно смотрел на то, как умирает его друг. Внешне он был спокоен, но что творилось внутри. Все кричало и билось в агонии. Было невыносимо больно видеть, как она умирает. Хотелось прижать ее рану и успокаивать. Да господи, плюнуть на эту силу и просто помочь остаться на руках живых. Вот только он не мог. Его тянуло к силе. Его тянуло во тьму. Когда начался сильный ливень, учиха продолжал смотреть на узумуки. Волосы стали мокрыми и слегка пропитались кровью, рана медленно затягивалась. Похоже, Кураму пытался спасти девочку, но голубые глаза стали угасать. И уже через три минуты взгляд стал пустым, а цвет стал мутно-синим. Плечо отозвалось дикой болью, но Брюнит выстоял и ушел. Вот он и порвался о своим прошлым. Жестоко, больно, но зато он получил силу. Мангекю Шаринган и пустоту в душе. Но это ведь не важно. Сейчас не важно. Кокаши старался из последних сил успеть. Покун был впереди и тоже очень беспокоился. И вот место последней битвы. Хатки успевают только оглядеться, как замечает внизу распростертая маленькая тельцы. Страх и боль тут же охватывают мужчину и тот спускается вниз. Так все и было. Некогда золотые волосы стали красными, голубые глаза стали мутными. Она не дышала. Больше не дышала. Слезы потекли из глаз, и Кокаши снова стал винить себя. Он не спас обито, он не уберег рин, он не помог на руках. Да что же он за учитель, если теряет всех, кто ему дорог? От невыносимой боли мужчине хотелось кричать, но он не позволил. Слезы все еще текли по щекам и смывались дождем, и тогда пепельный волосы поднял бездыханное тельце на руки. Какая она была до ужаса легкая. Закрыв некогда голубые глаза, мужчина долго еще смотрел в бледное лицо девочки. Покун сочувствующе произнес «Мне жаль, Кокаши». Но мужчина не слышал слов пса. Он развернулся и длинно пошел назад. Черт возьми! Вот почему в этот момент он был на миссии. Что за стечение обстоятельств? Как же все несправедливо в этом мире. Пока Кокаши прыгал по веткам, он неотрывно смотрел в лицо своей ученицы. Только сейчас он понял, как же она и все были ему дороги. Опаздывал, ругал, не понимал, но все же любил. Сглотнув горький ком, Хатаки остановился, и возле него тут же оказались медики. Один из них рассказал о том, что с остальными все нормально, и спросил при узумуке. Прижав мертвое тело, Кокаши просто мотнул головой. Медики тут же помрачнели и ушли. Вскоре все будут об этом знать. Бедная Сакура. Потерять любимого и подругу одновременно. Жаль ее. И снова слеза упала на бледную щеку девочки, скатываясь вниз и превращаясь в бесполезную влагу. Хатаки снова возобновил движение и тут услышал тихое, но вполне различимое, кака, ши, сен, си. Мужчина остановился и с надеждой посмотрел на девочку. То, что он увидел, шокировало его. Ужасная рана стала затягиваться, бледность медленно отступала, сердце вновь забилось. Неуверенно тот позвал на рука. Та открыла свои глаза и попыталась улыбнуться, но просто потеряла сознание. Тогда мужчина сорвался с места. Словно чудо случилось. Она жива, и в этот раз он ее спасет. Прижав тело к себе, Хатаки ускорился. Послышалось тихо и холодно, и тот прошептал, «Сейчас!» «Подожди немного, Нару!» «Только не умираю снова!» И девочка сдержала свое обещание. Она дышала. Просто дышала и этим показывала, что жива. Когда показались высокие ворота Канохи, мужчина заметил Сакуру, которая упала на колени, рыдая. Похоже, она узнала о смерти Нарука. Быстро появившись у ворот, Хатаки произнес немедленно отнесить ее в больницу. «Какаши, что ты?» «Она жива!» «А если мы не поспешим, то уже навсегда потеряем ее!» Медики быстро взяли тело девочки и понесли в больницу. Сакура до сих пор ничего не понимала, и тогда Какаши ей все объяснил. «Не волнуйся, Сакура!» «Она жива!» «Она не оставила нас!» Улыбка появилась на лице Харуна, и она посмотрела на женщину, стоявшую и рыдающую точно так же. Это была Цунади. Она уже подумала, что зря отдала Узуму Кикулан, но тут произошло чудо. И та быстро побежала в больницу. Пусть они понесли много потерь, пусть они слабы в данный момент, но они смогли спасти ребенка, который был получше любого взрослого. В этот раз Какаши пообещал себе стать сильнее. И не только он это решил. Сакура тоже так и решила. Конец.